Девушки отдыхают Но если верить нашим работникам гидрометцентра, день будет и солнечным, а солнечные дни не мой. Это праздник. Конечно, не такой замечательный, как прошедшие новогодние рождественские торжества, которые, я надеюсь, вы, дорогие радиослушатели, провели веселый круглубийских грузерей. Кто-то празднует до сих пор, а кто-то уже готовится к первому рабочему дню. Вот говорят, что 10 выходных это много, а мне кажется, что это несравнимо мало. Ну, что еще делать зимой, как не проводить дни с теми, кто тебе близок? Да и зима, на счастье, в этом году выбилась, как вы уже заметили, прекрасная. Такое не было ни лет 10, наверное. Да что там, я, например, не помню такой зимы с конца 90-х, когда сугробы доставали до середины окон второго этажа. Ну, вы помните, наверное. Прекрасное было время. Прекрасное было время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА – Пока. – Давай. Серёга, Серёга, что случилось? – Фрида… – Не понял, что? – Ага. – Да, слушаю. Олег Андреевич, у нас опять на живое? – Дворник обнаружил. Ага. – Да, женщина ещё жива. – Ага. – Диктуй адрес. – Давайте, берите. – У улицы Пионерской, дом 12, корпус 2. Ну, на перекрёстке, ну, где школа танцев. Ну, тут ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нападение сзади. Потерпевшая была застегнута врасплох, не сопротивлялась. Колта резаная, проникающая. Кровопотеря обильная, но венозная. След. Как будто коготь зверя, а не от ножа. Время нападения установил? Дворник обнаружил в пять, мы подъехали минут через пятнадцать. Судя по количеству крови, пролежало не больше получаса. По личности, Лялина Мария Антоновна, 85-го года рождения, прописана на заводской. Не изнасилование, на заказное тоже вроде не тянет. Наследил, не добил. Но это не факт. Может, работал непрофессионал. На месте преступления свежие мужские следы, 43-го размера. Судя по протектору, ботинки. Никаких других следов нет. Куда ты прёшь? Юра, проследи, чтобы посторонние не шлялись. Я у первополномоченный Корнилов. Машину убрал. Да куда ты, ну? Между прочим, это твой новый напарник, Андреич. Напарник, говоришь? Корнилов Иван. Можно просто, Вано. А этот старший следователь Волгин, Олег Андреевич. Значит так, Вано. Ищи орудие преступления. А что, ещё не нашли? Да нет, тебя ждали. Вон мусорки оставили на десерт. Юра. Зафиксируй там следы от машины. Дотошный ты мужик, Андреич. Ты стой, не спишь. Да, Барсик убежал, матушка. Искала его во дворе. Ничего, погуляет, вернётся. Ты знаешь, котам монастырский устав, не по чему. И сон дурной был, матушка Прасковья. Забудь, суеверия. Проснулась, молиться стала. А вы сами ждёте кого-то? Да, ждала, но не встретились. Господь не ссудил. Медель, кажется, собирается. Наш уникальный монастырь основан в 18 веке. Построили его монахи, вышедшие из Сергиевого посада по просьбе местной женской общины. До постройки монастыря в нашем городе было только две церкви. В 19 веке, когда сюда переехали помещики Дементьевы, была построена и усадьба. Ну, заплатила она за квартиру за два месяца. И я посмотрела каспорт её. Прописка у неё наша, она местная. Из Малодементьевской. Да. Я попыталась с ней познакомиться. Мы живём-то рядом. Здравствуйте. Вот, пришла с Оль попросить, а она не открыла. Ну, а с балкона ничего? Да ничего не видел. Там всё коробками заставлено. Ну, а как вела себя квартиранка? Да я с ней особо не общалась. Ну, один раз приезжала, ключи привезла. От почтового ящика. Вчера вечером видел её с каким-то мужиком у аптеки. Они очень сильно ругались. Он её за руку схватил, она вырвалась, оттолкнула и убежала. А. Ну, а что за мужчина, описать можете? Ну, я не видела. Я только голос слышала, когда к дверям подходила. Они ругались сильно. Ну, вообще интересный такой. Молодой. Примерно как вы. Вот, волосы такие чёрные, кудрявые. В прихожке ботинки стояли. Знаете, такие модные, красивые, красивые, как вот у него. Слушай, Иван Кармин, а у тебя какой размер? 43-й, Олег Андреевич, а что? Ну, популярный у тебя размер. Ага, я понял, спасибо. Короче, наша воробилия Тулялина, 7 лет назад переехала сюда из Казахстана. Мать умерла, отец неизвестен. А ещё какие-нибудь родственники есть? А нет никого больше, сирота. Был бывший муж, Герман Лялин. Ну, как бы родственники. Ну, тогда поехали к этому, как бы родственников. Как, прямо сейчас? Олег Андреевич, ну, перекусить бы сначала. Я с самого утра ничего не ел. Да какой там с утра, с вчерашнего вечера. И вообще, я крайне не согласен, что художник должен быть голодным. Ну, ты чё, художник, что ли? Ну, я так образно выражаюсь. Ну, тогда поехали. Адрес мужа есть? Ну, а как же. Давай, ты первый, я за тобой. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. 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 Дима, ДимаTorzok. Дима, Дима. Все-все, успокоятся. КОНЕЦ КОНЕЦ Размерчик сорок третий, кстати. Картины ваши? Мои. Чего бежал, художник? Не знал, что вы менты. А если бы знал, что менты, не сбежал бы? Интересно, за кого ты нас принял? Слушайте, а в чём дела? Вы меня в чём-то обвиняете, что ли? Пока только подозреваем. Особенно после твоей пробежки босиком. Что вы делали сегодня ночью с трёх до пяти утра? Спал. Чё ты гонишь? А ботинки без тебя гулять ходили? Грязь свежая? Вот, в коридоре нашли. Видимо, пытался застирать. Похоже на кровь. На экспертизу. Зачем? Зачем? Это моя кровь. Я дрался. Я подрался. Что вам надо от меня? Сегодня ночью было совершено покушение на Лялину Марию Антоновну. О, Господи, как же так. Покушение? Ей перерезали горло. Она сейчас в реанимации. Не надо из себя овцу изображать, сука. Понял, нет? Руки, руки, руки. Она жива? Что с ней? Ты чё, глухой? В реанимацию. Наряд прибыл. Увести. Так, что мы имеем? Девушка, наживую в шею. Не ограбление. Никто ничего не видел, никто не слышал. А как Лялина оказалась там? Выманилась дома. Всё продумано, явно не бытовуха. Бывшему ушу. Лики, грязь, кровь. Но всё рассчитать и потом ножом по горлу. Если не Лялина и не грабитель, то киллер. Киллер работал по пистолетам. А резать горло? Прямо как Лагунова. А если это серия, то что получается? Маньяк по городу пошёл? Или работает киллер, но с почерком? Вадим Сергеевич, там из милиции. Насчёт Лялины. За кабинцей следи. Хорошо. Здорово. Здрасьте. Здрасьте. Скажите, Лялина пришла в себя? С ней побеседовать можно? Какие беседы? Она без сознания. Значит так, изнасилования не было, никаких других повреждений, кроме ножевого, не обнаружено. Состояние у неё очень тяжёлое. Вот, собственно, пока всё. А как считаете, выживет? Ну, хотелось бы надеяться. У неё как-никак родной ребёнок. Ребёнок? Да. А где он тогда? Ну, вам это лучше знать. Могу сказать точно, Лялина недели две-три назад родила. Олег Андреевич, я узнал про Лялину. Нет, пока бессознатно. С врачом говорил. Чёрт. Алё, алё. Прости, Господи. Иван? Иван? Алё, Иван? Олег? Ты пойдёшь есть? Всё остынет. Значит так, Екатерина Игоревна. С сегодняшнего дня вы живёте здесь со мной, ясно? Ну, зачем ты опять начинаешь? Мы же обо всём договорились. Я с тобой. Ага. Кто звонил? Да вот, нового напарника прислали. Ну, и как он тебе? Молодой, горячий Вану, одним словом. Ну, перестань, перестань. Перестань себя винить. Ты ничего не мог сделать. Это истечение обстоятельств. Ну, да. Это жизнь. Лучше вон прочти. Помнишь, знакомый твой Миша Белоручка? Купил усадьбу. И прости, мне нужно бежать. Слушай, Кать, так он, оказывается, не Миша Белоручка, а Михаил Романов. КОНЕЦ 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 Ульяна, если будут спрашивать меня, скажи, плохо себя чувствую, прилегла. Пускай не беспокоят меня. Хорошо, Матушка. КОНЕЦ 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 Здрасте. КОНЕЦ 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 Светлялиной, где работала, выяснилось. Соседка подозреваемого обещала адрес найти. Так, а что с ребенком? Нигде нет. В больницах был, в доме ребенка был. Подкидышей за последний месяц не поступало. Посводки. Мертвых младенцев тоже. И вообще непонятно, где она рожала. Ни в один роддом не поступало. А в область запрос делал? Корнилов. Котенок, я же сказал, ты… В область нет, еще не успел. А чего ты сидишь? Она могла родить в другом городе. Так, давай, выясни все ее перемещения за последний месяц. Аэропорт, вокзал, пачешип, таксистов бомбил. Волгин слушает. Ваню можно? Котенок, он тебе перезвонит. Арик Андреевич, так это же на целый месяц беготни. Ну, мы же не знаем, что у нее в голове было. Может, она родила где-то по-тихому, избавилась от ребенка. Или его похитили. Поэтому Лялину и пытались убрать. Олег Андреевич, там Лялин на запрос рвется. Сейчас подойду. Олег Андреевич, ну и чего мне тогда мотаться? Лялин сейчас расколется, как миленький. У него же на морде написано, убийца. У тебя на физиономии тоже написано, что на свиданку намолился. А ведь не факт, что попадешь. Слушай, Волгин, слушай. Попросите Лагунова Сергея. Лагунова? Кто его спрашивает? Неважно. Я по делу. Он по делу. Я могу чем-то помочь? Алло, алло. Я вам сейчас все расскажу. Насчет крови на одежде я не врал, она моя. А вот по поводу сегодняшней ночи я не спал. В завод приходил. А там они. Кто? Щербатая с Рыжим. Миша и Белоручки люди. Они на выставке художников крышуют. Я им денег должен много. Я сначала вас за Мишиных людей принял, вот и побежал. Не я ее убивал. Правду говорю. Ну, когда с ней виделись в последний раз? Год назад. Развелись, она уехала не знаю куда. Ну, а ее соседка видела вас в ночь с пятой на шестое. Мы случайно столкнулись. Все-то у вас, Лялин, случайно. А скандалили тоже случайно, да? Не убивал я ее, вам говорю. Не убивал. Я люблю ее. Она ушла от меня к козлу какому-то последнему. Я ее останавливал. Она слушаться не стала, и я ей сорвался. Что это, мужик? Понятия не имею. А ребенок где? Какой ребенок? У Маши есть ребенок? У Маши есть ребенок? У Маши есть ребенок. Помогите. 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 Матюшечка, матку гости звала. Ой, ля-ля-ля-ля, у гости звала. Ты приедь, матушка, ко мне у гостики. Ой, ля-ля-ля-ля, у гостики. А как же мне к Тае приехать не могу ни я. Ой, ля-ля-ля-ля, не могу ни я. А зимою за снегами. Ой, ля-ля-ля-ля, за снегами. А весаною за ручьями. Ой, ля-ля-ля-ля, за ручьями. Ой, ля-ля-ля-ля... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, не было у бабы забот, купила порося. Ну, а чё ты? Позвонила, встретили бы по-людски. Будешь? Нет, спасибо за рулё. Я к тебе по делу, Мишка. Рыжие щербаты твои люди? Олег, я отвечаю. Никто из моих людей не причастен к смерти Лагунова. Разговор не об этом. Сегодня ночью порезали девушку. Подозреваемый говорит, что в это время был с твоими людьми. Выясню. Вот как выяснишь. Сообщи. Поехали, перекусим. Я угощаю. Извини, Миш, дела. Разряд. Еще. Ритм сердца синусный. Если что, звони в ординаторскую. Хорошо. Мария Лялина давно из архива уволилась. Полгода тому назад. А, собственно, что произошло? Вы можете толком объяснить? На неё совершено нападение. Что, её убили? А кто? Вот это мы и пытаемся выяснить. И очень надеемся на вашу помощь. Как вас зовут? Егор Савельич. Угу. Я, конечно, с радостью, но чем я могу вам помочь? Мы с Марией Лялиной не очень-то общались. Разные поколения, сами понимаете. А с её бывшим мужем вы были знакомы? С Германом-то. Странный молодой человек. Бегал с разными проектами. Деньги занимал. А вы что, думаете, что это он её? Он бы мог? Мог. Из ревности. А что, был кто-то ещё? А, был такой ухажёр. На машине за ней приезжал. Да? А Лялина говорил, как его зовут? Нет. А что за автомобиль? Я в них не разбираюсь. Джип. Здоровый такой, чёрный. Ага. А номер случайно не помните? Вы что, шутите? Времени сколько прошло? Спасибо большое. Алло, Корнеев, пробейте всех владельцев чёрных внезорожек в городе. В общем, да. Баллы везде перестилаем, в подвале тоже. В общем, всё быстренько считайте, рисуйте, смету не на стол. Хорошо. У господин. Не помню. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Короче, Ли Алина никуда за последний месяц не выезжала. А на бывшей работе я узнал, что ухажёр у неё был на чёрном внедорожнике. Что со звонками выяснил? Что касаемо городского. Звонили с телефона автомата, причём один раз за час до покушения. Похоже, убийца её из дома-то и выманил. А что с мобилой? Ну, на мобилу тоже звонили с одного телефона. Причём очень-очень редко. Последний раз она говорила больше месяца назад. За неделю до покушения этот абонент опять начал названивать. Но телефон реально не был отключён. Чей номер? Зарегистрирован на клинику пластической хирургии Ангелины Борской. А точнее, на её сына, Павла Борского. Разрешите? Вот данный по владельцу чёрных внедорожников. Спасибо, Аксения. А мне спасибо. Это без за что. Это твоя работа. Весь цвет нашего города. А вот и Павел Борский. Павел Борский. Аксения. 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 Иди. Иди. Эй, эй! Это кто там пройдётся? Добрый вечер, Ангелина Юрьевна. Добрый вечер. Я хотел бы задать вам пару вопросов. У вас калитка не заперта, а я зашёл. А, ну да. Я жду одного человека. Ну, не вас. А мы с вами не знакомы. Волгин, следователь. Олег Андреевич, очень приятно. Нашли? В смысле? Ну, моего сына угнали машину ночью сегодня. Но вы по поводу угона? Не совсем. Скажите, Ангелина Юрьевна, вы знаете эту женщину? М-м-м. Первая я вижу. А кто она? Мария Лялина. Её пытались убить. Ой, Боже мой. Бедная девочка. Ой, такая молодая. А при чём здесь я? Ну, ваш сын, кажется, знаком с ней. Да? Я не знала. Ну, он парень молодой, холостой. У него таких девушек масса. А я могу с ним пообщаться? Да, конечно. Только его сейчас нет дома, честно говоря. Я не знаю, когда он будет. Лина, у тебя гости. Да, вот. Олег Андреевич из милиции. Здравствуйте. Аркадий Царьков. Хирург. Работаю у Линочки в клинике. Привет. Друг семьи. А вы по какому вопросу? Вам знакома эта женщина? Не припомню. Я её точно не оперировал. Ну, что ты такое говоришь? А кто она? Ну, вот говорят, что на неё было совершено покушение, но вы знаете, мы, к сожалению, ничем вам не сможем помочь. Ну, что же, пусть ваш сын свяжется с нами. Обязательно. До свидания. До свидания. А Павел, кстати, где? Неважно. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН Продолжение следует... Продолжение следует... Неизвестно, где она была последний год, почему уволилась с работы, на что жила, с кем, а главное, где ребенок. Продолжение следует... 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 А ты когда пришел на эту, ночевку? Машина была уже, а? Нет. Я приехал в ту ночь, искал, где заночевать. Мне сказали, общага там есть, но я не нашел. Пришлось подъезд искать. Я и устроился в подъезде. Задремать успел. Потом дверь хлопнул, женщина вышла. Я выглянул в окошко. Потом она вроде остановилась. И шорох какой-то. Потом она вскрипнула негромко. Я осторожно вышел из подъезда. И мужик там, а баба это лежит. Ну и потом, в общем, сбежал оттуда нафиг. Слушай, а машина какая была, ты Марку назвать можешь? Да я толком не запомнил, но черный джип. А чего ты сразу к нам не пришел? Испугался? Я с утра на работу. Пошел, сторожем я работаю. А чего ты сторожишь-то? Стройка, ну, большая очень. Я там на этих, ну, на ворот, в Волге. Там теперь жить буду. Хорошо. Слушай, Вань, сейчас в соседний кабинет зайдем, там несколько людей. Посмотришь, если узнаешь, кого скажешь. Пойдем. Так, Иван Геннадьевич, посмотрите внимательно на этих людей. Узнаете вы кого-то из них? Пойдем. Нет. Этого здесь нет. Хорошо, все свободны. Понятые, подойдите и распишитесь в протоколе. Спасибо. Что с рукой? Да, производственная травма. Чего-то рука в последнее время не слушается совсем. А кем работал? Раньше и шиферил это. По строительству. У нас в Приднестрове плохо с работой. Сейчас вот сторожим. Я все. А чего мне теперь делать-то? Ничего, свободен. На сегодня, свободен. Иван Геннадьевич. Давай подброшу. Да не надо, я сам. Транспорт уже не ходит, садись. Давай, давай. 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 Что-то не так? Все нормально. Давай. Давай. Спасибо. Можно сказать, я и дома. Как здесь можно жить? Не понимаю. Жизнь заставить сможешь. Чтобы отмечать. Давай. Думаешь. Надо столкнуть. Таким, что пальто не сомневается. Нази. Очистенно. Нет. Доброй ночи. Зачем звал? Поговорить хотел. Покаяться, не ко мне. Да нет. Вот вам теперь пригодится. Если нужно будет, еще я привезу. Не надо. Ни сейчас, и ни потом. Вот зачем ты так? Сделал свое дело, езжай. Миша, езжай с Богом. Давай. Миша, езжай. Ну что, Миша, выяснил? Вынужден тебя разочаровать. Мои ребята действительно чистили морду твоему Лялину. Ночь с пятого на шествую. Спасибо. Пусть зайдут. Протокол подписать. Зайдут. 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 Привет, Катюша. Пришел ответ на запрос из Приднестрова, который все в порядке. Прописан, не привлекался, женат, имеет два детей. Ну, как тут у вас, получается? Что-то вырисовывается. Так, нос, да. Нос прямой, да? Угу. Вот этот? Вот. Вот этот лучше. Или этот? Да. Или этот? Да, вот этот. Так? Да. Прекрасненько. Так. Вот эти? Или вот эти? Вот эти? Вот эти. Да? Ну, хорошо. Похож. Паша, что ты делаешь? Я так больше не могу. Надо валить отсюда. Прекрати истерику. Лина, мне страшно. Послушай меня внимательно. Ты сейчас возьмешь себя в руки, это во-первых. Во-вторых... Я не могу здесь больше находиться. Надо уехать, так будет лучше. Прекрати. Прекрати, это все эмоции. Паша, послушай, все... Все будет в порядке. Во-первых, я уничтожила все ее вещи. Аркадий будет говорить то, что скажу ему я. И у тебя есть алиби. Пока есть, а дальше что? Да хватит уже! Это все разрешимые проблемы, понимаешь? Разрешимые проблемы. Просто сейчас не надо дергаться. Потому что это навлечет еще большее подозрение. Ты понял меня? Ну, почему же я не думаю о дочери? Думаю, думаю, конечно. Как же думает он, когда ты ее последний раз видел? Она же совсем от рук отбилась. Дома не бывает. Что там у тебя? Пробил по нашей базе, ничего нет. Ты что, меня совсем не слушаешь? Да слушаю, слушаю я тебя. Ну, плохо, конечно, что от рук отбилась. Пробей в паспортной базе Фотоборского. Уже занимаюсь. Света, я сейчас не могу разговаривать. Ты никогда не можешь разговаривать. Что ты вообще можешь? Ты слышишь меня? Ты что молчишь? Я позже перезвоню. Вот так хорошо. Руки, руки в крови. Паша, Паша, тихо, 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 мой родной. Тихо, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Спи, спи, спи. Вот, успокойся, успокойся. Все хорошо. Собираешься задерживать Борского? А на каком основании? Тут что написано? Али, да хрень у тебя какая-то тут написана. Ну, что ты, с дуба рухнула. Они уважаемые люди. И что у них, алиби, что ли, за уважаемость? Ну, все, 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 все. Завязывай в своей философии. У тебя доказательства есть? Ну, что ты мне эту хрень подсовываешь? Я вижу, что это Борский. И дальше что? Есть свидетель. Кто твой свидетель, а? Какой-то бомж заезжий, да? И кто такая Ангелина Борская, гордость нашего города? А ты ее сына в изолятор временного содержания. У тебя есть подозреваемый. Вот его и разрабатывай. А задерживать Борского я тебе запрещаю. Категорически. А на этого художника ничего нет. Его надо отпускать. Отпускай своего Лялина. Но Борского не трогай. Ну что, едем брать? Да сиди ты, брать он едет. Хрен его возьмешь. Сын Борской народное достояние. Нам нужны доказательства. Неопровержимые улики. Так а где ее взять, если не трогать Борского? Значит так, звони в больницу, узнай, как там Лялина. Хорошо буду просить ее. Алло, интенсивная терапия? Это снова Корнилов из ОВД. Как там наша Лялина? Что? Умерла Лялина. Что? Продолжение следует... Иди за мной. О, смотри, нас здесь ждут. Эх, а я так надеялся его расплох застать. Недооцениваешь. Ну, ты тут пока осмотри себя, познакомься с прислугой, а я в дом. Здравствуйте, Олег Андреевич. Чем обязана на этот раз? Да вот хотел с вашим сыном побеседовать, или его опять нет? Да нет, почему? Дома. А вы не один? Оперуполномоченный кормил. А, очень приятно. Иван. Проходите, пожалуйста. Я здесь подожду, если вы не против. Ну, как хотите. Проходите. Замерзнете? Заходите. Да-да, хорошо. Пожалуйста. Павел Николаевич, вы ведь были знакомы с Марией Ляриной? Да, был. И даже близко. Ну, правда, это было полтора года назад. Я же вам говорила, я об этом ничего не знала. Ну, я просто не посвящаю маму каждый свой короткий роман. Ну, вот если бы что-то серьезное. Что? Ну, для серьезного тирана еще. Ну, не знаю. Хотя даму сердца еще не встретил. И правильно. В твоем возрасте гораздо важнее процесс, чем результат. Я вас покину не на долго. Ну, вернемся к Ляриной. Вы неоднократно звонили. Месяц назад и позже. От вас прям ничего не скроешь. Работа такая. Ага, понимаю. Редактор субтитров А.Семкин Маша мне нравилась. Жаль, что быстро расстались. Хотел бы вот у вас обновить отношения. Пытался дозвониться, но не смог. Может, номер сменил, не знаю. Сегодня Лярина скончалась в больнице. Что вы говорите? Что вы говорите? Сегодня Лярина скончалась. А что вы делали в ночь с пятого на шестую, а с трёх до пяти утра? Вчера ночью? А, в клубе зависал с девчонками? Да. Пил всю ночь, мне даже плохо стало. Потом попил кофейку, стало полегче и решил поехать в сауну. Вышел на улицу, а машины нет. Ездите пьяным? Ну, приходится. Но я надеюсь, вы никому не скажете. А что вам известно о ребёнке, Лялина? В смысле, у неё был ребёнок? Понятия не имел. Ну, как там? Ничего интересного. Любезная хозяйка, вальвяжный сынок и разящий юмором друг семьи. А ты что, дорожки, что ли, нас чечён? Ага, по снежнике в комнате искал. Ага, и как успехи. Да, так себе. Олег Андреевич, прислуги чего-то нигде нет. Как-то это странно. Ни единой души на всём участке. Ну да, в доме тоже. Ну да, как-то это странно. Борская вроде богатая баба. А на прислугу что, не хватает? Ну, богатых своё причудо. А прислуга наверняка была. Точно была. Вот и выясни, кто работал, когда уволился и так далее. И проверь алиби Борского. Он утверждает, что вчера ночью не выходил из ночного клуба. Что мент этот собирается делать? А что он сделает? У него на Павлу ничего нет. Лин, ты можешь быть осторожней? Жалко Пашку, а этот Волгин хитрый дядька. Ну, ты же меня знаешь. Я всё держу под контролем. А может, Пашке уехать куда-нибудь? В отпуск, в командировку. Ведь рано или поздно менты докопаются. Ой, не каркай. А про командировку-то хорошая мысль. Этого человека знаешь? Да, это Паблито. А в ночь с пятой ночи что, я тебе работал? Да. А Борский был? Да, был. Тусил с кучей девчонок. Всё нормально. А кого-нибудь из них ты знаешь? Да нет, у него их столько, всех не запомнишь. Может быть, вот это среди них было? Нет, эту точно не помню. Ясно. Понятно. Кто дежурил в ночь с пятой на шестой? Да я вроде командир. А что случилось? Мне нужна запись с камеры видеонаблюдения той ночи. Да особой проблемы не вижу. Давайте посмотрим. Что-то не так? Да, предыдущий день есть. Потом следующий. А шестой пропал. Чёрт. Мистика какая-то. Кто ещё имеет доступ сюда? Я напарник и шеф. Ты куда-нибудь выходил? Ну как, выходил, конечно. В туалет, сам понимаешь, и зал посмотрел. Дверь закрывал? Не помню. Звони начальству. Ну зачем начальству-то? Жёсткий диск придётся изъять. Будем восстанавливать записи. Ну тут нужно будет постановление. Да будет, будет тебе постановление. Готовь пока к изъятию. Мне надо изъять диск с камер клуба. Выстановить записи. Ясно, ясно. Ты там всё под контролем держи. А я оформлю постановление, и его тебе дежурный привезёт. Понял. Давай, давай. Интересные лица? Фигуранты по делу. Вот эта убитая. Это бывший муж, любовник. Это вот его мамаша, богатая дамочка. Покрывает своего сынка. Борская? Ну да. И кто из них убийца? Свидетель, вот этот. Показывают на любовника. Ну пока нет никаких улик, но ничего. Рано или поздно будет. Ну а что тебя смущает? Не знаю. Вроде бытовуха. Понимаешь, вот эта женщина странная. Я её видел мельком. На месте преступления. А потом ещё раз. Проходила мимо. Второй раз, может быть, не она была? Да может быть. Этот свидетель, как чёрт из табакерки. Ну а что подозрительного ты? Господи, Кать, кто в наше время вот так вот по собственной воле пойдёт в вентуру? Да перестань. Нормальный, честный человек. Опять умоляю. Ты не поверишь, такие ещё остались. Слушай, меня беспокоит состояние твоего здоровья в последнее время. Синдром хронической какой-то подозрительности. Усталость повышенная. Тебе, может быть, в бельяночке попить? Какой-то ты у меня нехороший. Да? Да. Может, какой-нибудь есть ещё способ лечения? Есть один, но очень рискованный. Да? Да. Не боишься? Боюсь. Ух ты, как страшно. Ой-ой-ой. Будет ещё страшнее. Да? Угу. Мохито бери. Всё остальное у них отстой. Славик, сделай мальчику мохито. А ты часто здесь бываешь? Нет. Здесь только с пятницы тема. Тема. Павла Борского знаешь? Павлит, кошелёк знаю. А что? Да нет, ничего. Тусуешь здесь с ним? Нет, ты чё? Он же чистый дебилоид в препарате. Славику дай денежку, а то он обидится. Держи. Вот так. Нифига. Ты крутой. Оля. Вану. Ну что, Вану? Зажгём? Ну, вот, принёс, что ты просил. А? Да, спасибо. Ну, всё в порядке? Тебе хватит, а мне пора. Алло, Паблита. Славик, господин. Приходил мент по твою душу. Угу. Всё сказал, как договаривались. Жёсткий диск взяли. Да. Даль. Спасибо, чувак. Менты забрали диск из клуба, на котором все записи из камеры наблюдения. Ну, и что? Там же всё стёрто. Да им легко это всё восстановить. Это всего лишь навсего вопрос времени. Успокойся. Поедешь в командировку в Бельгию, полетишь через Киев. Через Москву опасно. Когда начнёт искать, то… А если уже ищут? Да успокойся, слушай меня, иди собирайся. Стой. Что? Паспорт и деньги не забудь. Возьмёшь мою машину, пока будешь ехать в аэропорт, я закажу билет в Киев, там тебя встретят. Держи. Всё, Миш, спасибо. Бывай. Не за что, пока. Да. Всё, я завтра буду. Давай, пока. Чего ты под колёса лезешь? Телефон давай. Чей? Ну, не можешь, я свой знаю. Держи. Позвоню. Пока. Пока. Твой. Потом, потом. Ну, ответь. Ну, до утра же будет звонить. Ну, чёрт. Да. Где это? Ждите, еду. Додума подбросишь? Да, конечно. Холодно-то как. Давно здесь? Не, минут пятнадцать как подъехал. Ну, и что там? Есть чьи-то пальчики. Дай-ка, фонарик. Кто тачка вошёл? Да, подростки местные. Пробили номера по базе. Оказалось, зарегистрировано на Павла Борского. Угу. Хороший консервный нож. Знаешь так, парень. Ты моим ребятам, Рыжему Чурбатому, сколько задолжал? Много. Ну, я верну. Ты уже обещал. Сообщение моя тема. Но я гляжу, вернуть ты не сможешь. А что вы меня убьёте? Да нет, зачем отработаешь долго. Что я должен сделать? Нужно одного человечка написать на камне. А если не получится? Получится. Или у тебя другие варианты есть. Ну и лады. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 И что это значит? Это постановление о задержании вашего сына, Борского Павла Николаевича. На каком основании? Там всё написано. Он подозревается в покушении на убийство. Вы что, с ума сошли? Вы думаете, что вы говорите? Ангелина Юрьевна, где ваш сын? Мой сын в командировке. Недавно? Я не обязана перед вами отчитываться и не собираюсь этого делать. Добоюсь, вы не понимаете всю серьёзность ситуации. Ваш сын подозревается в убийстве. С чего вы взяли, чтобы Пашка убила эту Галину? А вот это всё мы окончательно выясним, когда пообщаемся с вам, Николаевич. Так где он? Я не собираюсь ничего рассказывать. Я требую, чтобы вы немедленно покинули мой дом. Пожалуйста, немедленно. Извините. Ни в доме, ни на территории его точно нет. Запеленгуйте его мобильный телефон. И немедленное задержание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, оперативно. Значит так, дело нужно довести до конца. Доплатите кому надо, пускай там все почистят. И не светитесь уже. Все свободно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чёрт, мизь, мизь! Давай! Всё, добегался. Так вот, пошёл. Залезай! Поехали! Спасибо, Роман Станиславович, я в долгу не останусь. Боже мой, бедный мальчик, его допрашивают уже несколько часов. Надо что-то делать. Что, боишься, сразу колется? Я не понимаю, ну чё, сложно сказать, что я ночевала у тебя? Да. Значит, за мой счёт хочешь себе альве сделать, а? Хорошо, встречные условия. Отжигай, но знай миру, понятно? Пап, ну чё я, что ли, тупая совсем? Ну, затусились. Затусились. В институте что у тебя, а? Ух ты. Пинко. Ну чё, молодец, так держать. Так, ещё, вот эту вот фигню из носа-то вынимай, когда домой приходишь. Чё ты, мать, нервируешь? Ладно. Вообще, Оль, я тебя так скажу, как мужик. Выглядит это не очень. Угу. Ехал куда? В аэропорт? Значит, Павел Николаевич, не получается у нас дело, да? Ну что, жаль. Ну почему не получается? Я же сказал, что никого не убивал и без адвоката ничего больше не скажу. Ты чё, идиот? Вот тебе адвокат. Я предпочитаю своего. Вот он придёт, тогда продолжим. Ну что ж, обязательно, обязательно. Только сначала в рамках следствия проведём опознание. Сейчас у нас сотрудник съездит за свидетелем убийства, и я надеюсь, желание пообщаться у вас появится. Давай. Давай. Кто вы? Не важно. Слушай сюда. Господи, помянь усопшие рабы твои, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Большой грех взяли на душу, матушка. У нас не было другого выхода. Большой грех взяли на душу, матушка. У нас не было другого выхода. Ну добро. Как сообщают некоторые источники, известный в нашем городе бизнесмен, Михаил Романов, недавно приобрёл для реставрации старинную усадьбу помещиков Дементьевых. Она включает в себя дом с пристройками и парковый ансамбль. Усадьба была заложена в конце девятнадцатого века. Помещики проводили в ней большую часть своего времени после революции, когда семья Дементьевых эмигрировала в Париж. У свадьбы долгое время пустовало. Во время Великой Отечественной войны в ней размещался госпиталь. Примечательно, что за всё время первого действия, которое её недоставили… Олег Андреич, похоже, у нас проблемы. Свидетель пропал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Матушка, а что это? Матушка, извините, я не знала. Матушка, извините. Держи рот на замке, сестра Агафья. Ты меня поняла? Ступай. Ступай. Матушка Просковья, вы искали меня? Что-то случилось? Случилось. Агафья видела то, что не должна была видеть. Что же нам теперь делать? Я велела ей молчать, а ты пока пригляди за ней. Поняла? Угу. Так, спасибо. Что, без кремации-то нельзя было? Нельзя. Не по-христиански это как-то. А раньше ты о чём думал, когда всё это затевало? Я всё сделал, о чём ты меня просил, но я начато, я привык до конца давать. Мне тоже лишние проблемы не нужны. Так, а… Так, подожди, подожди, подожди. Назад, назад чуть-чуть. Угу. Так, да? Ну что, восстановили? Ну, так. Стоп, стоп. Вова там выходит из клуба. Ага. А время сколько? Полпятого утра. Лялину убили примерно две четверти пять. Ну-ка, покажи, когда он вернулся. Сейчас, сделаем. Угу. Полпятого и без десяти шесть. Всё супер, сходится. Переоделся и пошёл себе алюви устраивать. Лёха, ты молодец. Супер. Да я знаю, спасибо. Всё. Олег Андреевич, я к себе погоню, просто работаю секрюсом. Давай, давай. Всё, диски, отравляю вас. Спасибо, Лёша. Олег Андреевич, ну всё, можно в суд передавать. Связь с Лялиной у него была, машину нашли, нож с кровью Лялиной тоже имеется. Осталось только пальчиков дождаться. Алиби липовое, да ещё бежать пытался. Чего ещё надо? Всё есть. Мотив. 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 Да сейчас каждое второе убийство не мотивировано. По причине личных неприязненных отношений, не так? Неприязнь тоже доказать надо. Ну, давайте его отпустим, пускай идёт на все четыре спорта. Так всё. Я сказал, без мотива дело в суд передавать не буду. Про что ругаетесь, сыщики? Да так, рабочий момент. Ясно, я вас сейчас померю. Чего там? На ноже отпечатки пальцев Павла Борского. Олег Андреевич, что искать будем? Следы пребывания в доме Марии Лялины. Вещи, фотографии, всё, что найдёте. Добрый день. Здравствуйте. Чем обязана? Обыск? С какой стать? Позвольте нам войти в дому, Ангелина Юрьевна. Пожалуйста. Благодарю вас. А ты остался. Боже мой, какая красотища. Надо же. И что ты собираешься с этим добром делать? Сначала отреставрирую, а там поглядим. Да. Либо музей, либо зону отдыха. Ну, давай, проходи, проходи. Молодец. Молодец. Отхватил себе гнёздышко. Да, да. Ох-ох-ох. Да. Впечатляет. Молодец, Михаил, да. Планов громадьё. Ну-ка, погуляйте пока. Хе-хе-хе. Пишкак. Не забуду тут главный проект. Не забуду. Молодец. Ты поорать пришёл или по делу? Ладно, не заводись. Не кипятись. Послушай меня. Мы ведь с тобой в одном городе родились. В одну и ту же школу ходили. В одном саду яблоки воровали. Потом с деревенскими стенка на стенку. Ты же кет от меня спину защищал. А теперь что же? Дериться не хочешь? Роман Станиславович, времена изменились. Да и мы изменились, Миша. Михаил Васильевич. А? А ведь раньше нужны были друг другу. Чёрт. Ты знаешь, я вот всё думаю. Нехорошо это. Что мы по разной стороне баррикады. Кому? Всем, Миша. Всем нехорошо. Мне. Тебе. Городу нехорошо. Это что, пиар акция перед выборами? Мэр Вавнюк с авторитетом. Не боишься? За репутацию. Давай без сарказма. Давай без сарказма. Мне нужен мир в городе. Давай без пафоса. Мира не будет. И войны не будет. Если не тронешь мою территорию и моих людей. И ещё, ничего ты от меня не получишь. Зачем ты так? Я ведь от души. И я? От души. Но у каждого свой выбор. Жаль. Жаль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алло. У нас проблемы. Меня он скушить не хочет. Мне кажется, вы вышли за рамки дозволенного в своём расследовании. Вам это только кажется, Ангелина. На каком основании вы задержали моего сына? Он ехал в командировку, по делам клиники. И вообще, с чего вы взяли, что он пытался сбежать? Например, с того, что он оказал сопротивление при задержании. Ё-моё, как в музее? Сколько же это стоит? Поставь и не отвлекайся. Ни хрена здесь нет. Идём дальше. Вы слишком много на себя берёте, господин следователь. Я вам этого так просто не оставлю. В машине вашего сына был обнаружен нож. С его отпечатками и следами крови лялины. Что? Орудие убийства. С отпечатками пальцев вашего сына. Да. Да, Павел возил с собой нож в машине, но машину украли. Вот и ищите тех, кто украл машину. Мы прорабатываем всё. Прорабатывают они. Я вижу, как вы прорабатываете. И учтите, ничего у вас не выйдет. Я своего сына в обиду не дам. Ангелина Юрьевна, я тут нашёл очень интересную вещь. Может, скажете, кому адресована эта надпись? Откуда я знаю? Может, это принадлежит моей бывшей прислуге? Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо. Поехали. Поехали. Матушка. Матушка, у нас все кончилось. Я не знаю, что делать. А сколько нужно? Сейчас. Вот, здесь все написано. Герман. Пойди сюда. Да, малышка. Пойдешь на Садовый, дом пять. Принесешь этот препарат, скажешь, что от меня. Что это, наркотик? Без вопросов. Ты знаешь, это нам нужно. С Богом. Что с прислугой выяснили? Борская сказала, они на родину свалили. То ли в Киргизию, то ли в Таджикистан. Ни адресов, ни координат, ничего. Врет, наверное? Да ясно, что врет. Только выяснить надо. Да я понимаю. Только мозги уже раком стали. Ну так выпрями их. Я бы выпрямил. Да нечего. Да нечего. Да нечего. Алло. Ванну, привет. Это Оля из клуба. Помню. Ну, конечно, помнишь. Значит так, сегодня в восемь в клубе «Акула». Ну, ты помнишь где? Слушай, Оля. У меня сегодня дел, дел по горло, я не получится. И не опаздывай, я это не люблю. Кто же мне, а? Очередной котёнок. Олег Андреич, остановите. Кажется, я знаю где искать. Я такие же продукты у Борской во дворе видел. Вы меня не ждите, я сам доберусь. Ко мне никого не пускать, я занят. Линочка, ну успокойся, прошу тебя. Я спокойна, просто твои внутренние органы не ворвались в дом и всё разрушили. Линочка, дорогая, всё образуется. Что образуется? Что образуется? Вам долго убийца, ну да это уму непостижимое, это недоразумение какое-то. Какое недоразумение? Ты своей головой-то подумай. Его просто кто-то подставляет. Да? Ты кого-то подозреваешь, нет? Кто это мог сделать? Вот я хочу у тебя спросить, кто это может сделать? Да я-то откуда знаю? Мой сын. Он не такой, как все. Он ранимый мальчик. Я понимаю. Он домашний, понимаешь? Он чувствительный. И сидит в этой дюряге с какими-то уголовниками. Я знаю Павла, он умный, образованный молодой человек, хорошо воспитан. У него будет лучший адвокат в городе, я обещаю. Только, пожалуйста, не заставляй меня напоминать тебе об этом, хорошо? Ну зачем ты? Ты меня обижаешь. Ребята, а где молочные продукты подают, не знаете? Это вон, из красной палатки. Спасибо. Тент накрыт. Здрасте, а не подскажете, где продают сметану, яйца? Пойдемте, я покажу. Я просто там был, там уже закрыто. Молоко, сметанка, молодой человек, подходим, пробуем. Для потенции самое оно. Дима, как гобли не отгонишь. Да, у меня проблем вроде пока нет. Это хорошо. А по домам носите свою продукцию? Ношу, у меня все дачники берут, с города даже приезжают. А Борской носите? Ангериня-то, ношу. А вы что, родственник? Друг семьи, прислугу ее бывшую ищу. Гольку-то? А что, спионерила что? У Борских дом богатый, я правда сама внутри не была, так слышала. А вы ее знаете, да? Гольку-то знаю. А говорят, вроде как домой вернулась. Да что я там делать? Работы нет, семью кормить как-то надо. Борская ее турнула, она к другим людям и пристроилась. А другим носите вот что-то, яйца, творог там. Да ну зачем оно мне надо? Голька теперь сама на рынок ходит, по вторникам и пятницам. После завтра получается. Лина! Лин, хватит мучиться, давай, иди сюда, расслабься. Как я могу расслабиться? Как? Че? Че ты, адвокат, почему он не звонит? Когда это все? Сколько он может ждать? Адвокат должен сначала оформить дело. Принять защиту, встретиться с Пашкой. Че он сейчас тебе скажет-то, адвокат? Че скажет? Пусть скажет, что берется, черт возьми. Позовет гонорар. Вот про гонорар он тебе скажет в первую очередь. Все будет хорошо. Давай. За самую красивую, самую смелую, самую сильную, самую умную женщину на свете. За самую слабую, беззащитную, которой нет больше никаких сил. А знаешь, как в кино говорят в таких случаях герои? Говорят, ты доверься мне, доверься. Ой, Аркаша. Я смогу тебя защитить. Катя, знаешь, к этой бурской народ со всей страны болит. Угу. Ну, у нее же там под клиникой лечебный источник. Угу. Там вода лечебная, там еще при царе лечебница стояла. А она в два раза сокращает время заживления всех рубцов, ран, шрамов. Угу. Угу. Вот поэтому едут все. Слушай, а мне отделение предлагают. Наша заведующая на пенсию уходит. Я вот не знаю, соглашаться нет. Хлопот в два раза больше, а денег? Угу. Ты где-то не здесь. Что-то случилось? Да нет, задумывался просто. Катюша, я уверен, ты справишься. Может быть, ты трубку возьмешь? Да ну их всех. Оставьте свое сообщение после клиника. Алло, пап. Я сказала маме, что ночую сегодня у тебя. Так что... Алло. Да, да, Оль, алло. Вот паршивка, а. Крутит мой, как хочет. Да по-моему, она тебе доверяет. Ну да, доверяет. Здрасьте. Я столик бронировал. Спасибо. 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 Ты меня удивила. Я сама. Ну, сама так сама. Борщ, оливье и голубцы. Ты есть будешь? Да, мне, пожалуйста, такое же астретичное меню. Ну, рассказывай. Чем занимаешься? Работаешь, учишься? Ну и вообще, что любишь, чем увлекаешься? Учусь. Гуляю. Люблю свободу. Терпеть не могу предательства. Ну и еще вот не люблю вот эти все Масечка, Пусечка, Зайника, Котеночек. Надеюсь, ты не из этих придурков? Можно вас пригласить для танец? Котенок. Это ж так пошло. Еще вот поесть люблю. Извини, я сейчас. Стук. Я! Нормально? Я не очень злой их делаю. Собирайся, уходи. Лина, я очень тебя люблю. И ты это знаешь. Убирайся. Ты просто воспользовался моим состоянием. Ты зло, что ли, на меня срываешь? А все, что случилось, я в этом не виноват. А виноват Павел. И ты его сама таким сделала, Лина. Вот он и вляпался. Правда, глаза колет. Да мне плевать, убивал он или нет. Это мой сын. Поговорили. По душам. Спасибо за доставленное удовольствие. Субтитры подогнал «Симон» 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 Да, да… Да, что? Что? Господин Волгин? Ну? Здравствуйте. Добрый день. Я адвокат Павла Борского. Зильберг. Борис Ильич. Наслышан, наслышан. Взаимно. Вас, значит, наняла Ангелина Юрьевна? Да, она мой доверитель. Вот ордер. Замечательно, проходите. Вы хотели ознакомиться с делом, да? Прошу вас. Ну, для начала я хотел бы пообщаться с моим подзащитным. Он еще занятырем временного содержания. Ну, я сделаю соответствующее распоряжение. И давайте сразу договоримся, господин Волгин. Не советую впредь проводить какие-либо действия с моим подзащитным, без моего ведома. Так. И в мое отсутствие. Все следственные мероприятия проводились в присутствии государственного защитника. Материалы все здесь. Вот и чудненько. Здрасте. Вы Гладышев? Да, а в чем дело? Оперуполномоченный Корнилов. Разговор есть. Вообще, это я сейчас занят. Да я тоже не на экскурсию сюда пришел. Заключение-то выписали? Да. Да, майор. Ну, и что за хрень вы там написали? Не понял. Ну, второй пункт посмотрите. Описание ранопотерпевшей. Рассечение тканей произведено острым предметом справа налево. Ну и что? А то, что рассечение было не справа налево, а наоборот. Справа налево. Знаете, как это называется? Служебная халатность. А что, если она не сама умерла? Или вы эту тоже упустили, когда вскрытие делали? Нужно написать новое заключение. Понятно? Где Трупляриной? Ее на кремацию везли. Что? Когда? Час назад. Какая-то, какая-то, какая-то. Какая-то, 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 какая-то. Какая-то, 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 как Эй, мужик, ты куда прёшься? Кто это? Труп, кто ещё? Точные судебные, ничего не перепутали? Обижаете, у нас всё как в аптеке, всё точно. Субтитры создавал DimaTorzok Курить будешь? Не курю. А чё, брезгуешь? Да нет, просто не курю. Тебе чё, сука, за подлозь, что ли? Борцкий, на выход. О, далеко собрался? Домой. Я сегодня в ночную работаю. Придёт ещё поработать. Где тело Ляльный? Я же вам, я же вам говорил, на кремацию увезли. Ещё раз спрашиваю, где тело Ляльный? Наверное, уже кремировали. Вы просто не успели. Да я-то успел. Только ты, сука, вместо Ляльный кого-то другого подсунул. Я, я не понимаю. Что? Чего вы спрашиваете? Не понимаю. Вот тебе, вот тебе. Помогите. Слушай, сюда, козёл. Я вытяну из тебя всё, что мне нужно. Если надо будет, я тебе самого на стол положу. Да не ори ты! Я расскажу. Я всё расскажу. Говори, ну. Кровь на полотенце и других объектах принадлежит одному и тому же человеку. Взрослому мужчине заражение кровью и инфекции не обнаружено. Юр, ну не томи. Кровь какая, венозная? В том-то и дело, Олег. Похоже, что капиллярная. Чего, вся без примесей? Абсолютно. Эпистаксис. Ты даже не понял. Это что, она из носа тихла, что ли? Выходит, не убийство и не ранение? Олег, моё дело факты, а не предположения. Могу сказать, что при обилии крови похоже на травму. Сильно вмазали по физионому, что ли? Ну, не сам же он ушибся. Могла сломаться хрящевая перегородка. Это не смертельно, но неприятно. Значит, Арасюк, скорее всего, жив. Олег, я не могу утверждать, что кровь принадлежит ему. Образцов-то нет. Но при тяжёлой травме, с отключением сознания, пострадавший мог скончаться от потери крови. Да. Олег Андреевич, у нас проблема. В морге нет тела Лялины. Никогда не было. Я еду в больницу, жду вас там. Кто его присылал и зачем, Гладышев не знает. Когда они уходили, дали ему денег. Да ещё пригрозили, если он вякнет, то они расправятся с родными. У него мать старая, сестра. Как они выглядели? Он сказал, точно не помнит, но два крепких парня, оба стрижены. Вот и всё. А что с телом? Тело ему доставили в день смерти Лялины. По документам тоже числится, как Лялина. Кто установил его смерть? Реаниматолог Шапулин. А я ещё раз вам повторяю, чтобы сегодня же это лекарство было у меня в больнице. Всё. Вы по какому вопросу? У меня то же самое. Прошу. Олег, ты знаешь, я подумала, что… А, Оля, это ты? Привет. Здрасте. О, переехала уже. Да нет, пока не собираюсь. Где папа? Обещал, вот час назад. Видимо, задерживается. Кась, вы, если по хозяйству, то можете идти. Я приберу сама. Спасибо. Я дождусь твоего отца. Если хочешь помочь, присоединяйся. Не берёт. Ну, ты же знаешь, какая у него работа? Вызвали куда-нибудь, не может подойти. А вам-то? Он зачем? Дома не бывает. Замуж не берёт, м? Ну, значит, на ужин раз прихожу. Я вот не вырубаюсь, Катя. Вы ему кто? Вроде не уборщица и не жена. М? Вы же не старуха ещё. Неплохо выглядите до своих лет. Могли бы ещё жизнь устроить. Оль, не старайся. Скандала не будет. А что так? Слабо? Нет. Просто понимаю, от чего ты бесишься. Так, всё. Уборка в этой комнате закончена. Спасибо. Оль, отец тебя, конечно, очень любит, но и я ему нужна. Так что придётся тебе меня потерпеть. Я не знаю. Всё как-то так странно получилось. Что значит странно? Надюш, а ты чего здесь? Все наши в ординаторской, мой предстоящий отпуск отмечают. Отпуск? Вы же вроде не собирались. Он не собирался, устал. Два года не было. Давай, беги туда. Владимир Сергеевич, я же не могу. Ну ты не волнуйся, я за тебя подежурю. Правда? Беги, беги. Ой, спасибо. Спасибо. Когда вы узнали, что Лялина умерла? Я когда из ординаторской вернулась, то её уже не было. Койка была застелена. А потом Шапурин сказал, что Лялина скончалась. Мне ещё тогда это очень странно показалось. Почему? Да у неё позитивная динамика была. Я была уверена, что она вот-вот придёт в сознание. И вдруг ни с того, ни с сего. А Шапурин не говорил вам, где он собирался отпуск провести? Говорил, вроде на дачу к себе поедет. Говорил, вроде на дачу к себе поедет. Да нет, я вам говорю. Как чётко всё спланировал этот Шапурин. И пьянку организовал, чтобы медперсонал отвлечь. Как он с трупом всё умело прокрутил. Одного не пойму, зачем он Лялину выкрал? Чувствую, за всем этим Борская стоит. Нет, не уверен. Зачем мне надо было выкрадывать её из больницы, а? Зачем всё так усложнять? Ну, будем надеяться, что Лялина ещё жива. Вроде кто-то есть. Где мой ребёнок? Где мой ребёнок? Зачем тебе остановил? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Датюшечка Матку гости звала Датюшечка Матку гости звала Датюшечка Матку гости звала Продолжение следует... 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 Надеюсь, хватит... Миш, что-то случилось... В общем, милиция пронюхала... Про подмену больницы... Ничего... Пускай ищут... До нас не докопаются... Продолжение следует... Ну, ты тоже поосторожней будь... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Другой установки не будет. Ничего не добьемся. Олег Андреевич, его надо конкретно прессануть. Тихо-тихо прессануть. Тебе за этого Борского не забывай там, кто у него матушка. Да мы все аккуратно сделаем. Я вам гарантирую, на сутки подсадим его Гиви и Зурабу. Так все, закрыли тему. Что там у нас по исчезнувшим фигурантам? Да глухо все. Торсюка никто не видел. Шапориной нет. Задницей чувствую, что это все Ангелина. У Борской столько бабок, что она может выкрасть кого угодно. И Шапорина подкупить, и братву нанять, чтобы закошмарили экспертов в морге. Да, и тело подкинуть. И зачем ей все это? Давить. Давить нужно Ангелину. Липовый алиби раз, липовый угон два, липовая командировка три. Отлично. Только ответь мне на один вопрос. Ну? Как нож оказался в машине? Не понял. Ну, если Павел-то инсценировал угон с матушкой, если он пытался убить Лялин. Какой хрен они оставили нож в машине? Ну, забыл он. Лоханулись, забыли выбросить. Борский же не каждый день баб мочит. Логично, логично. Ну, а почему он не вернулся в машину-то? Нашли не сразу. И Ангелина не могла это прохлопать. Забыла она. Что, она робот, что ли? Чтоб все помнить. И потом, она же оправдывалась, что Павел всегда возил с собой нож. Кто угнал, тот и убил. Нет, 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 нет. Она не могла забыть про самое главное. Хорошо. Сначала упустила. Но потом... Проходи, проходи. Потом она наверняка сто раз прокрутила в голове. И не могла не вернуться. Что вы имеете в виду? Получается, ребятки, Борский не убийца. Можно я скажу? Малетва слов, найденной у Борской, принадлежит Марии Лялиной. Поехали. 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 Закончили помывку. Я закрываю воду. Быстрее, я сказал. Заканчиваю. Дай хотя бы смыться. Полотенцем сотрешься. Повезло тебе. Четырнадцатый со мной. Вот этаж, да, я подъеду раньше. Слушай, скинь мне, пожалуйста, тебя. Сотыхи-то у нас. Конечно. Не найдём мы её тут точно. Наверняка ей уже настучали, что мы здесь спасёмся. А мы вот сейчас пообщаемся с сотрудниками. Добрый день. Здравствуйте. Вы бы хотели поговорить с Ангелиной Бурской. А Ангелиной Юрьевны нет. Ну вот. А когда будет? Я вам не могу сказать точно. Может, приедет сейчас, а может, не приедет вообще. Будете ждать? Желаете чай, кофе? Спасибо. А где у вас курят? У нас вообще не курят. Но если хотите, можете пройти на улицу. Олег Андреевич, может, я тут с сестричками пообщаюсь? Чего узнаю? Давай, давай. Это по твоей части. Значит, договорились, да? Да. Слушай, может, ты курила? Да. Да. Слушай, ну а ты решила куда-то? Слушай, нет, не решай. А чего так тянешь-то? Ну, то не страшно. Нет, первый раз вижу. Ну, хорошо. А что вы можете сказать о Павле Борском? А что рассказывать? Мы близко с ним не общались. А кто с ним близко был знаком, может, знаете? Это между нами, по секрету. Ну, была тут история, долго все перетирали. У нас медсестра одна с Павлом встречалась, Настя Малышева. Многие про нее еще говорили. Ну вот. А потом вдруг уволилась. Ну, все знают, конечно, что это Ангелина ее попросила. А почему? Так Павел жениться собрался. А зачем Ангелине такая невестка? Любопытно. А телефон Насте найдется у вас? Сейчас посмотрю. Господин Волгин? Не ждали. Это ко мне. Что на этот раз? Добрый день. Вы не знаете, где сейчас находится Ангелина Юрьевна? Ну, что вы, она мне не докладывает. Но я полагаю, что она занимается Пашкиными делами. Все-таки, согласитесь, это для матери большое потрясение. Да. Вы давно знакомы с Борским? Ну, с Линой лет пятнадцать, если не больше. Все-таки мы коллеги. Встречались, пересекались по работе и подружились. Ну, наверное, часто бываете в доме. Ну, иногда захожу, конечно. И будете по-прежнему утверждать, что не знаете Марии Ильяевны? Послушайте, даже если Ангелина была не в курсе интрижек Павла, то я-то тем более. Вы меня простите, меня пациенты ждут. Нужно идти. Знаете, еще момент один. Да. Найдите как-нибудь время, загляните ко мне в отдел. Нам есть еще о чем поговорить. Обязательно загляну. Но простите, пожалуйста, здесь у нас служебное помещение. Вам здесь в таком виде, тем более, никак нельзя. Извините, я к пациентам, к вам загляну. Мне необходимо свидание с сыном. И как можно быстрее. Ну, свидание мы получим, Ангелина Юрьевна. На этот счет можете не сомневаться. Мой сын в тюрьме. Он не убийца. Я изучил дело. Разговаривал с Павлом. Даже если допустить, что ваш сын не убивал, доказать это будет крайне сложно. Неужели вы не видите, что он не способен убить человека? Ну, в деле столько прямых улик, и все указывают на Павла. Но вы и должны доказать, что он не виновен. Я сделаю все возможное. Но потерпите немного, мне нужно время. Хорошо. Я даю вам три дня. Делайте, что хотите, но Павлу надо вытащить. Список сотрудников. Да, не маленькая клиника. Серега, что случилось? Фрида. Не думаю, что. Алло, Саш, ты? Я. Волгин. Привет. Слушай, пробей ко мне одного человечка. Моревич Фрида Борисовна. Моревич? Да, да, да. Моревич. Срочно. Хорошо. Волгин слушает. Олег Андреевич, зайди ко мне сейчас. Алло, это я. Пока не удалось. Ну, что делать, что делать? Будем ждать. Да не переживайте, я все выполню. Отпустить Борского под залог, это перебор. Я согласен. На свидание с матерью ты должен разрешить. Какое свидание, Владимир Матвеевич? Мы Борскую допросить никак не можем. Она же скрывается. Ну, ее тоже можно понять. У нее нервный срыв. Ей сейчас нелегко ли? Не, я против свидания. Исходя из интересов дела, конечно. Да пойми, ты она весь город на уши поставил. Адвокат мне уже все мозги вынул. Он законы знает, не хуже тебя. Ну, да. Ну, ты не имеешь права отказать. Нет, Владимир Матвеевич. Олег, не дашь разрешения на свидание? Отстраню от дела. Сегодня же выписывай разрешение. Хорошо. Завтра. Ну и хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Допустим, Борский не убийца. Тогда почему молчит? И нахрена Ангелине не тратить кучу бабок на адвокатов, если ее сын не убийца? М? Бред какой-то? Олег Андреевич, что-то здесь не то. Или другой вариант. Предположим, Борская пыталась откупиться от Лялины. Лялина согласилась. А этот псих пошел своим путем и пытался убить Лялину. Но обосрался и прибежал к мамаше и сказал, мол, спасай меня. Так, да? А ну а как же, нож? Нет, но есть же какое-то логическое объяснение этому. У меня все сходится. Нет, ничего не сходится. Ничего не сходится. За этим всем есть кто-то, кому выгодно, чтобы мы считали убийцу Борского. Вы что, считаете, что его подставили? Ну, хорошо. Допустим, есть кто-то. Он припугнул Борского, выкрал Лялину. Подожди, подожди. Ты не вали все в одну кучу. Выкрась как раз, мог и другой, с благими намерениями. Вот это, мне кажется, наиболее правдоподобно. Иначе ее можно было грохнуть в больнице и не мучиться. Значит так, допустим. У нее есть друг. Нам он не доверяет. Боится, что замочит в больнице. Решил спасти. Художник подходит. Да. Лялин вряд ли. Тут кто-то мощнее. Хотя, возможно, Лялин что-то знает. Черт. Что происходит? Где хозяин? Как где? У вас. Вы же ездите. Геррика приняли. Отпустили давно твоего Геррика. Значит, не возвращался. То есть как отпустили? Я уже с жильцами договорилась. Шустрая ты, Рая. Жильцам отбой. Германов вернется. Телефон мой знаешь. Алло. Алло, Олег Андреевич. Художника дома нет и не появлялся. Миша, нам нахрен за это яйца открутят. Как пидать. Я тебе говорю, что за этим уродом нужен глаз до глаз. Пацаны сказали, он из мастеря вообще не выходил. Где теперь его искать? Да я этого гандона из-под земли достану. Твою мать, сейчас начнется. Да, Михаил Васильевич? Ну, слушай. Мы все вокруг прочесали, его пока нет. Как нету? Да я отвечаю, мы его найдем. Заткнись и слушай меня. У Шапорина есть дача. Он может ломануться туда. Наталья с вами сообщат. И смотри, если еще раз упустите, то меня понял, да? Понял? Хорошо. Ну, и где тут его дом? Да хрен его знает. Спрашивать надо. Блин, Вадик, ну ты меня напугал. Че ты тут делаешь? Че происходит? Ты знаешь, что тебя менты разыскивают? Что, приходили? Когда? Вчера. Все, меня про какую-то бабу спрашивали. Че происходит? Витя, тебе нужно уезжать сюда. Вадик, выкладывай. Че стрястлось-то? Я тебе все потом объясню. У меня очень, очень большие проблемы. Никуда я отсюда не уеду. Я тебя не брошу. Все, иди скалывали отсюда. Иди. Че такое? Витя, проблема у меня. Меня ищут менты, меня ищут бандиты. Я не хочу, чтобы ты из-за меня. Я себе этого никогда не прощу. Ну и че? И куда ты сейчас? Коментарно. Из всех золота меньше. Понятно? А... Смотри, это же он. В натуре он. Стой, придурок! Тормози, клоун. Стой! Давай, запрыгивай! Ты охренел! Да уйдешь, у мрать! Мужик, поехали! Куда поехал? Давай, в область, в область. Брюма! Давай, жми, 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 дорогой! Очень спасибо. Дорь, суха! Давай, запрыгивай! КОНЕЦ Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Ты хоть умеешь? Умею. Без врача не справимся, скорую надо вызывать. Нельзя. Скорую милицию сообщит, а им вероят. Тихо, тихо, тихо. Ну, я ж предупреждал. Уйдешь, когда скажешь. Раньше ты не опаздывал. Проблемы. Маревич Фрида Борисовна. А как Волгин на нее вышел? Ты не в курсе? Редактор субтитров. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Катюш, поздно уже. Останься. У меня дежурство триней. Завтра. Оставайся. Извините. Конечно. Но я с ночевкой. Не надо, я… Я правда лучше поеду. Прости, так правда будет лучше. Все, пока. Ну вот, на какое-то время это поможет, но ей нужны другие условия лечения. Вы поймите, я один ничего не могу сделать. Ей надо в больницу. В больницу я ее не отдам. Матушка. Матушка, она не дышит. Что? Это асисталия. Остановка сердца. Шприц, давайте. С большой иглой. Побыстрей. Держите ее крепко. Оля, завтракать. Угу. Оля, завтракать. Нифига, пап. Ты у меня кулинар. С матерью. Из-за чего поругалась? Не сошлись характерами. Ну, это не повод, чтобы из дома уходить. Значит, для тебя это был повод, а для меня не повод. Что, я тебе здесь мешаю? С чего ты взяла? Живи. Только с матерью помиряйся. Па, ты прости меня, что я, ну, за вчерашнее, обломала вам с Катей весь кайф. Я же все понимаю. О, понятливая моя. Где этот, где еще, боевой обвес? Че, так плохо? Ну, почему? Не нравлюсь. Да наоборот. Че, влюбилась, что ли? Кто, я? Нет, ты че? Па, че за фокусы? Ешь давай. Пап, включи. О, спасибо. Герман, вот масло, что ты просил. Спасибо, матушка. Как Маша? Ну, еще не пришла в себя. Можно я к ней сегодня зайду, а? А что это? Что это? Кто тебе позволил? Меня Михаил попросил. Так, иди дроба наруби, а потом зайдешь к Маше. Матушка, подождите, не закрывайте, я убрать хотела. Нет. Герман сама берет. Хорошо. Пойдем, у нас дела еще с тобой полно. Угу. Ну, добро. Ты, наш товарищ, проверенный, я тебе доверяю. Да. Да, ага. Главное, чтобы я теперь чего-то не выкинула. Не понял? Вообще, я посмотрю. Поехали. Поехали. Михаил Васильевич, вы целы? А? Нормально. В наших планах на следующий год начать строительство нового корпуса горбольницы. Но я, конечно, могу отвечать только за свои слова. Если будет выбран новый мэр, то... Что у нас там еще на повестке? Финансирование детского центра. Да. Финансирование детского центра. Это уже давно, но... Павел Васильевич, я прошу прощения, это очень срочно. Простите. Среди белого дня люди Михаила Романова устроили разборку. И есть жертва. А, Роман Станиславович, я сегодня же разберусь... Мне не нужны комментарии. Мне нужен результат. Ты можешь хоть что-нибудь сделать? Или ты вообще уже ничего не можешь? Знать бы, что там милиция делает. Если вообще что-то делает. Ой, кто ж сотворил с ней такое? Не знаю, Ульяна. Не знаю. Ты не пропадай. Ага. Почаще заходи. Что-то мне за тебя неспокойно. Там-то у тебя все нормально? Не знаю, матушка. Вроде все хорошо. Павел любит меня. Как-то не по себе мне. Даже не знаю, почему. Ну, все. Будь осторожней. И помни, что я тебе всегда помогу. Ребенка береги, шалопайка. К ней можно? Тише говори. Да. Маша в бреду все про какого-то ребенка говорила. Он жив, говорит. Жив. Знать бы, где он, если жив. Если она у Ангелины жила, значит, там и надо искать. Я найду его. Я найду его. Ты что задумала? Пускай Маша сначала поправится, в себя придет. А дальше будем думать, что делать. Понял? Пока мы будем ждать. Так. Не смей, Герман. Все равно найду. Успокойся, Света. Успокойся, я тебе сказал. Да все у нее нормально. Давай ты тоже не дави на нее, ладно? Постарайся понять. Олег. Извини. Можете? Там вот. Я сейчас не могу говорить. Давай, я потом перезвоню. Что там у вас? Жена эта. Что у вас тут случилось? Это вы мне. Объясните, что случилось. Это жена Тарасюка. Всех тут на уши поставила. Супруга ищет. А, простите, как у вас? Тарасюк Лидия Игнатьевна. Иванов, почитаю, уже как два года уехал. Сказал на заработки. И как воду канул. Семью бросил, денег не шлет. А тут участковый наш заходит и говорит. Лиза, мол, твой благоверный объявился. Из Малодементьевска запрос пришел. Да, да, да. Это мы делали запросы. Лидия Гадьевна, пожалуйста, вы проходите к нам в кабинет. Присаживайтесь. Ваш муж просто проходит по делу. Он что? В тюрьме? Да нет, нет, нет. Присаживайтесь. Я ему голову оторву к обелю поганому. Где этот паразит? Ваш муж нам очень помог. Но где он находится, я, к сожалению, мы не знаем. Что вы с ним сделали? Мы его тоже разыскиваем. Я вас очень прошу, посмотрите внимательно. Может, какие-то особые приметы есть? Вы же лучше нас своего мужа знаете. А это кто? Тарасюк Иван Геннадьевич. Паралич правой руки, ожог. Да не было у него никаких ожогов. Да не он это, не он. Вот. Это он. Олег. Похоже, у нас не трассилка. Чё-то не идёт твоя гулька. Может, приболела? Ничего, я подожду. А-а-а, аккуратно. Аккуратно смотри, не урони. Вот её. Хорошая у тебя работа. Шлындаешь везде, девками лясы точишь. Как женат тебя терпит. Ставь аккуратненько. Спасибо девочке. Да пока никак. Так. А чё, не женат? А чё так? Погуляешь ты, не дурак? Работа у меня такая. А то, гляди, сосватывает. Сеструка у меня вводивка. Да кто меня терпеть будет? Бежит любая. О, гляди, гляди. Вон она, гулька твоя. Вон, в синей куртке. Видишь? Ага. Спасибо, Марина. Да не я за что. Ничего я не знаю. Гуля, вы же работали в этом доме. Они каждый день у вас были на виду. Или вы боитесь чего-то? Чё мне бояться? Пуганая уже. Ну, тогда помогите нам. Да Машку жалко. Хорошая она девка. А Ангелина это всю душу из неё вынула. Злая она. Что вы имеете в виду? Даже сияное не давала. То это не то, то то не так. Всё с ухмылочкой. Нехорошая она женщина. Может особенное что-нибудь вспомните? Вспомню особенное. Я вам такое скажу. Я ж сама обалдела. У вас полчаса. У вас полчаса. Тихо. 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 Я тебя вытащу. Спокойно. Тихо. Тихо. Я тебя вытащу. Я тебя вытащу. Хорошо? Всё хорошо. Всё будет хорошо. Ты меня видишь? Видишь? А, да. Всё. Всё-всё-всё хорошо. Всё хорошо. Всё хорошее. Всё. СВwait. Всё хорошо. Всё хорошо. Эта жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Кто это сделал, Маша? Кто это сделал, Маша? Ну ты даешь, Андреич, так навернуться. Может, к врачам заглянешь? Да нормально. Жить буду. Хотя лёд на ступеньках надо лучше. Все-все-все. Сень, сбег в машину. А, я в бардачке сигареты забыл, а? Спасибо. Олег, может, я на все эти случаи кровь Тарасюка химика ману? Ну, на Газхром. А то, мало ли что. Пусть посмотрят. Пусть посмотрят. И как результаты будут, сразу мне докладываю. Ладно? Понял? Ну, отлично. Постановление я прямо сейчас оформлю. Маша. 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 Ты слышишь меня? Ты что-нибудь помнишь? Маша? Оставь её пока. Ты видишь, сил у неё совсем нет. Там ещё в доме... Я проснулась... Попить... Попитlled... Мальчик. У меня родился ребёнок. Мальчик. Мальчик родился. Найди. Так уйдите отсюда, пожалуйста. Найди его. Уйдите, пожалуйста. Отчего? Пошли. 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 Мальчик. Ребёнок родился. Олег Андреевич, это просто трындец. Я такое узнал про Борских. Чего там узнал? Они страстно любят друг друга. В каком смысле? Да в прямом. Трахаются они. Мне их бывшая прислуга рассказала. Она не свистит? Может, просто показалась? Какой смысл ей врать? Её уволили. Вы понимаете, что всё сходится тогда? Чего там у тебя сходится? Ну, то, что Ангелина заказала Лялину. Стопроцентный мотив. Ну, если так, как напила твоя прислуга, согласен, мотив есть. А Павла-то зачем ей подставлять? Ну, как? Чтобы наказать его? Ага. Лет на десять. Так она сама себя наказывает. Надо его просто прессануть. А? Роман Станиславович, к вам господин Зильберг. Приглашает. День добрый. Рад тебя видеть. Извини, времени мало. Так что давай сразу по существу. Роман Станиславович, я изучил дело Бурского. А? Всё, что говорит подзащитный, фантастично. И что самое превскорбное, не подкрепляется фактами. Материалы дела безнадёжны. Вот как? А я думал, что безнадёжных дел для тебя не существует. Ну, конечно, при большом желании смогу его вытащить. Есть всякие варианты. Тем более, что Ангибина готова платить любые деньги. Тем более. Но вы должны понимать, все эти варианты лежат вне правового поля. Такие вопросы я решать не вправе. Поэтому к вам пришёл. Вот так, да? Ты не ожидал. Раз виновен, пусть ответит по закону. Я не буду вмешиваться и отмазывать убийцу. Та же из-за хороших отношений с его мамой. Пустая трата времени. Я всё равно без своего адвоката и слова не скажу. Ну, я думаю, что убийца не вы. Да? А кто? А вы не догадываетесь? Это близкий вам человек, тот, кто мог взять ваш нож, потом положить его вам в машину? Как по-вашему? У кого была такая возможность? Молчите. Хорошо, идём дальше. Кому мешала Лялина? И главное, почему? Кто хотел от неё избавиться? Так вполне бы могла поступить ревнивая женщина. Вы не находите. Ну что, есть идеи, кто бы это мог быть? Ты чё это уперся, как баран? Это же мамаша тебя подставляет. Ты понимаешь или нет? А ну заткнись, урод! Я сейчас за урода башку оторву! Да пошёл ты, гражданин следователь. Вы не имеете права и отвезите меня в камеру, я всё равно ничего не скажу. Вы видели, как он дёргался? Сто пудов в точку попали. Надо ещё Ангелину присануть. Чем ты её присанёшь? На неё нет ничего конкретного. Да, кстати, жена Тарасюка дала координаты, телефон одни сельчан, да и созвони с ними. Когда? Прямо сейчас? Ну, позвони утром. А если надо будет съездить, съезди. Ну, до завтра. Котёнок, конечно, я по тебе скучаю. Да. Конечно, всегда скучаю. А ты? Я тоже. Немного. Ну, чего? Пасанём сегодня вечером? Чёрт, только не это. Ну, ладно, как хочешь. Олечка, слушай, я не тебе. У меня просто проблемы по работе. Давай я тебя наберу в другой раз, ладно? Ладно. Всё, целую, давай. Целую, пока. Чёрт, блин. Привет. Ломаем казённые имущества. Привет. Да вот ключи захлопнул. Там и от машины, и от квартиры, и от всего. Ай, молодца. Сеется в одной корзине, да? Очень смешно. Чё делать-то? Ты Володина попроси, он тебя за секунды вскроет. Он же медвежатник он был. Чё, не знал? Чё, правда не знал? О, Олег. Лёгок на помине. Помоги товарища, вскрой сей. Олег Андреевич, тут такое дело, ключи захлопнул. А? Странно, что только ключи. Голову там не забыл свою? Ядь. Что у нас насчёт товарищака? Звонил? Да, поговорил с мужиками. Ничего не узнал интересного. Но то, что у неё здесь баба была, это интересно. Любовница, что ли? Координаты есть? Есть. Она тут, в нашем городе живёт. Вот и поезжай, выясни всё. Нифига себе. Но вы гудини. А где так научились? Так, ещё раз так облажаешься, сам будешь открывать. Ты новый ключ сделай. Давай, давай. Да хорошо, хорошо. Слушай, Олег, тут одно обстоятельство вскрылось. В крови на полотенце из сторожки обнаружился один препарат. Хотя, что это? Ну, его применяют при некрозах тканей. Добрый день. Можно к вам? Прошу. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Не убивал я ее, не убивал я ее. Не убивал, ясно? Ты или не ты? Да даже если ты, то я все равно буду на твоей стороне. А это случайно не ты ее убил? Нет, мой дорогой, это не я. Во-первых, я уничтожила все ее вещи, Аркадий будет говорить то, что скажу ему я, и у тебя есть алиби. Пока есть, а дальше что? Скажите, ну а где вы были в ночь с пятого на шестое? Я ждал этого вопроса, даже странно, что вы до сих пор этого не спросили. Отвечаю, в ночь с пятого на шестое я был у любовницы. Ага, ну она, надеюсь, сможет подтвердить ваше алиби? Ну если вы ее спросите, не приму уже, тогда я надеюсь подтвердит. Ну, хорошо. Расскажите мне про Ангелину с Павлом. Какие у них отношения? Ну, как отношения? Нормальные, семейные отношения. А поточнее, семьи бывают разные. Что вы имеете в виду? Ну, характер отношений. Конфликтные, дружеские. Вы знаете, это близкие мне люди. Мне просто как-то неловко было, понимаете? Я понимаю, но я ведь тоже не из праздного любопытства спрашиваю. Вы понимаете, Ангелина, она... Она прекрасная женщина. А Пашка самовлюбленный эгоист. В общем, не стоит он тех жертв, на какие она ради него идет. Ну да, понимаю. Материнская любовь. Материнская любовь? Слепа. Просто она старается дать ему тот, чего у него не было в детстве. Ага. Вы имеете в виду то, что он рос без отца, да? И без матери. Позже, что значит без матери? А вы... А вы что, были не в курсе, что Пашка дедомовский? Ну, нет, черт. Как же так? Я вас очень прошу, не выдавайте меня линии. Ой, я дурак. Ой, я дурак. Я вас очень прошу, не выдавайте меня линии. Для меня это важно. А это что? Это вся сумма за вычетом тех денег, которые были потрачены на ваше свидание с сыном. Можете пересчитать. Я не понимаю, что происходит. Ангелина Юрьевна, дело в том, что я больше не смогу защищать вашего сына. То есть, как? Дело безнадежное. Я, к сожалению, не все проявляю. Подождите, что за бред? Вы хотите больше денег? Скажите, сколько вы хотите? Вы не понимаете, дело не в деньгах. А в чем? Извините, мне нужно идти. Да что вы себе позволяете? Ангелина Юрьевна, дело вашего сына можно выиграть, только нарушая закон. Никто этого делать не собирается. И потом, не будьте наивны. Вы полагаете, я сам принимаю подобные решения. Извините. Ну, жил он у меня. Ну, как жил, так и свалил. В каком смысле? А в таком. Новую шабашку какую-то нашел, и все. Больше я его и не видела. Ой. А куда он устроился? А я почем знаю. Да вообще-то у него неплохая работа была. Да только вот как с Мазуриком сплеснулся, тот его куда-то, ай, пристроил. На какую-то работу. И все, с концами. Он даже манатки свои не забрал. Мазурик, это вы видели? Да так, промеж делов, полглаза. Это он? Я ж говорю, не помню я лица. Я ж говорю, не помню я лица. Я ж говорю, не помню я лица. Долго мне еще эту хрень колоть будут? Пока не будет улучшения. Что-то мне как-то хреново. Доктор, почему я ничего не помню? Черепно-мозговой травмы у вас нет. Я думаю, что потеря памяти это просто защитная реакция организма. Вы пережили стресс. И, насколько мне известно, не один. Вообще-то это не по моей части. Мое дело ваше физическое состояние. Ваше физическое состояние. Вот такие дела, Олег Андреевич. Не хрен знает, где его искать. Ну что, вариантов два. Либо он по бабам кочует и шабашит, либо его уже замочили. Ладно, в любом случае, ориентировки разосланы. Будем ждать. А чего царьков приходил? Да так, поболтать. Ты, кстати, ошибся. У Ангелины с Павлом не инцест. А чего у них? А чего? Да, Борский усыновленный сын. Неродной. Деддомовский? Может, мне съездить туда? Ангелина Юрьевна, к нему нельзя уехаться. Тихо-тихо-тихо-тихо. Извините, сейчас не за. Ангелина Юрьевна. Если не хватит, то я думаю, выйдем еще. Роман Станислава Вич. Извините, я говорила, что вы заняты. Я чё-то ничего не понимаю. Стоп, камера! Ты же обещал. Ангелина Юрьевна, может, попозже поговорим? Да нет, я только что разговаривала с адвокатом. Просто не понимаю, что происходит. Я обещал помочь твоему сыну, когда думал, что он не виновен. Но я не могу и не хочу помогать убийце. Угу. Спасибо, Роман Станиславович. Здрасте. Ну, а чего на дыма? Слушай, с этой твоей, Маревич, сплошная какая-то ерунда. Эта баба исчезла сразу же, после того, как уволилась из клиники Борской. О пропаже заявили соседи. Машину разбитую нашли в реке. Саму Маревич так и не обнаружили. Давно это было? Проводили машину. Да в том-то и дело, что полтора месяца тому назад. Подожди, а как же оно попало в архив? Это первая странность. Есть вторая. Дело исчезло. Я его достал вчера, посмотрел, положил на место. Сегодня хотел для тебя откселить, а дела нет. Я, конечно, постараюсь для тебя по памяти восстановить. Но, судя по всему, никакой связи с делом Лагунова нет. Связь есть. Серегу убили почти одновременно с Маревич. Значит так, сейчас идёшь в архив. Ага. Вот это. Серегу убили. Серегу убили. Серегу убили. Серегу убили. Спасибо большое. Вот это. Здрасте. А ну ко мне все. А где ваш директор? Там? Так, это тебе, тебе. Всем хватит. Я тут скоро пятьдесят лет как работаю. О всех помню. Скажите, а сколько ему было лет, когда Борская его усыновила? Лет двенадцать. Тринадцать. Странно. Обычно маленькими вроде были. Так она и хотела маленького. А понимаете, вот ведь судьба. Она как пришла, так сразу с Павликом и Митей познакомилась. Ходила долго. А потом прикипела. Вы присаживайтесь, пожалуйста. Ага, спасибо. И выбрала Павлика. Почему? Потому что Павлик из хорошей семьи. Беда произошла. Его родители погибли в автокатастрофе. А вот у Мити мать с отцом пьяница. Алкоголики. Они у себя в доме пожар устроили. Митя еле живой остался. Едва спасли. А потом с больницы к нам определили. Павлик с Митей очень дружны были. Как говорится, не разлей вода. А когда Борская забрала Павлика, Митя замкнулся в себе. Переживал очень. Но обидно ему было. Я у вас возьму это на время, хорошо? Ну, пожалуйста. Вы обещали, что будет прислуга неделю назад. Я не могу больше ждать. Что-то случилось, Лина? Адвокат отказался защищать Павла. Что наш дорогой мэр? Мэр. Мэр, сука и пододок. Мэр. У него выбора на носу. Он жопку свою прикрывает. Да, да. Почему ты меня никогда не слушаешь, а? Лина. Я же тебе говорил. Есть у меня, есть. Серьезный адвокат из Москвы. Он и не такие дела вытаскивал. Вот. Василевский, Илья Геннадьевич. Набери ему. Спасибо. А где? Спасибо тебе. Господи. А ручка-то у нас есть? Ручка есть у тебя. Ручка и бумага. Олег, а ты идёшь? Я здесь подожду. Я последний раз в церкви была после убийства Сергея. На отпевании. А ты на 9 дней что, не ездила? Да я ж к матери Сергея в деревню ездила. Ой-ой-ой, извините, а где, а где можно водичку из монастырского источника взять? А вы в храм идите, там покажут. Здравствуйте, бабушка. Вот ещё привёз на всякий случай. А то мне уехать не какое-то время нужно. Ну, если что, ты знаешь, как меня найти. У тебя всё нормально? Нормально. А что с рукой? Да чё, зацепился. Будь осторожен. Анют, ну хватит. Да всё нормально будет. Не называй меня так. Да я понимаю, ещё привыкнуть не могу. Всё-таки сестра. Слушай, меня Германа нужно увидеть. Простите, матушка. Там музейщики пришли по поводу икон. Ступай, я попозже подойду. Я всё хотел спросить, а чё оно всё в лесу закрывает? Мишанин. Ну, это женский монастырь. Поменьше вопросов. Германа сейчас позвонит. Ты видел, какое лицо у этой монашки? Как будто напополам разделено. Вот так и моя жизнь после смерти Сергея будет разделена пополам. Ну, Верочка, ну. Не трави ты себе душу. Господи. Ну, как? Ну, как? Господи. За что? За что? Господин, господин. Ну, всё-всё-всё. Господи. Господи. КОНЕЦ ГОВОРИТ Пару снащили меня, потому что он ушел. Времени мало было. Чего смотришь? Запомнить тебя хочу. Лицо, волосы. Волосы. Зачем? Я же всегда буду рядом. Ну, поехали. Хорошо, красиво. Поможешь? Ой, спасибо. Спасибо. Вот, Дед Мороз, вам подарки принес. Такой робот или нет? Да. Ну, а это тебе. То, что надо. Прям в тем или калек. Давай. А что сказать-то надо? Беги. Ну, давайте. Ну, за Сергея. Мам, где Мороз? Сейчас, 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 накладывайте, накладывайте. Господи, я про курицу совсем забыла. Давайте, с духовки горячие. А, давай. А, Вера. Тарелочку давай, наливай. А тебе? Вера, слушай. О Сереге никогда имя Фрида не упоминал? Фрида? Фрида? Нет, нет, что-то незнакомое. А кто она такая? Тебе что, ножку или… Да, мне все равно. Все равно? Ну, давай. Она по последнему делу с Серегей проходила. Да, ищу ее. Может, какие-то там записи остались у Сереги? Записи? Ну, ты ж смотрела вроде, ну, тогда еще. Салатику? Не, ну, если хочешь, может, ходить в гараж, посмотри по Росте. Будешь? Слушай, ну, я прямо сейчас бегаю. Как ты, ладно? Быстренько посмотрю. Сейчас? Ну, ну, давай. Давай. Щас, 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 я быстро плечи принесу. Щас, стой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то Олег закопался. Ну, ты же знаешь его характер. Пока не найдет, не успокоится. Именно этого я и боюсь. А вдруг он что-нибудь найдет? Как Сергей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Все, нет больше Миши-беларочки. Святого места просто не бывает. А по мне, так уж лучше Миши. Этот хоть по понятиям жил. А это, случайно, не ты ее убил? Нет, мой дорогой, это не я. Не удивляйтесь, я вновь назначен вашим защитником. Сразу хочу прояснить, чтобы не было иллюзий. Я не смогу выиграть ваше дело. Я что-то не понял, а где мой адвокат? А он отказался вас защищать. Видно, тому, кто оплачивает услуги Зильберга, ты больше не интересен. Как по-вашему? У кого была такая возможность? Чего ты, уперся как парад? Это же мамаша тебя поставляет, ты понимаешь или нет? Сука. Какая же ты сука. Ты блефуешь? Нет, я не блефую. Я действительно знаю, где ты прячешься, и я ребенка. Я все знаю. Чего ты хочешь? Мне нужна твоя клиника. О, как! Лина, очнись. Я тебя банально шантажирую. Ты меня услышала. До завтра. Подумай. Диана, привет. Это Ангелина. Как наши дела? Как дела? Я здесь. Подготовь, пожалуйста, ребенка к выписке. Я завтра утром его заберу. Спасибо. Я тебя очень прошу, оставь ты дело этого, Мария Ивич, а? Это женщина. Да какая разница, мужчина, женщина. Я боюсь за тебя. Кто принес письмо, не видела? Оля достала из почтового ящика. Ну, она где? Опять гуляет? Не знаю. Мне она не отчискивается. Опять увидели перчие птицы. Ответишь? Снова зима, снег за окном. Да, па. Па, ну что ты дергаешься? Ну, я же сказала. Проводят меня. Да не надо. Ну, все, па. Олег, я тебя очень прошу, будь осторожен. Обещаю. Спасибо. КОНЕЦ КОНЕЦ АППАРАТ АБОНЕНТА ПЛАЧЕНКИ И НАХОДАТЬ В НЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВЕНИ КОНЕЦ С этой твоей, Маревич, сплошная какая-то ерунда. Дело исчезло. Я, конечно, постараюсь для тебя по памяти восстановить. АППАРАТ АБОНЕНТА ПЛАЧЕНКИ И НАХОДАТЬ В НЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВЕНИ АППАРАТ САЛЫ КОНЕЦ ИНТРИМУЩАХ ГОВОРИТ ПАРАТ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Пап. Пап, давай я тебе ужин разогрею. Ага, иди-иди, подогри. Что ты? Ничего не прищемил? Олег Андреевич, я все объясню. Пошли. Олег Андреевич, дело в том, что у нас с Олей, у нас любовь. Вы понимаете нас? А как же, конечно, понимаю. Ух... 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Здорово. Здорово. Кто это тебе автограф поставил? Да так, благодарность за несение. Ясно. Олег Андреевич, извините, мне нужно с вами поговорить. Вы вчера все неправильно поняли. Еще раз увижу тебя с Олей, яйца оторву. Понял? Котят, ищи себя в другом месте. И не обижайся, Вань. Волгин слушай. Волгин слушай. Хорошо, понял. Собирайся, Борский на допрос рвется. Я точно знаю это. Это она меня подставила. Все, как вы говорили. Где вы были в ночь покушения на Лянина? Я не убивал, но я, да, был, был во время убийства. Убийство. Кого-то еще там видели? Нет. Чего скорую не вызвал? Испугался. Сел в машину и сразу поехал домой. А когда вернулись, Борская уже дома была? Да, она-то и придумала эту историю с угодно. А тебе не показалось странно, что она придумывает тебе алиби, при том, что ты никого не убивал? Она меня убедила, что мне никто не поверит. Нужно молчать, а если что, она меня вытащит. Сука. Да это она, сто процентов она ее убила, она ее ненавидела. Привет, это я. Еду за ребенком. Примерно через полчаса буду у тебя. Все, пока. Когда вы в последний раз видели Прохора? Мечу Прохорова, вашего друга из детдома. Прохорова? Да, как меня Лина забрала из детдома, так больше и не виделись. Посмотрите внимательно. Вы знаете этого человека? Кажется, нет. 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 Я перезвоню. Диана Румановна, здравствуйте. Я пришла, как мы договорились. Присаживайтесь, Ангелина Юрьевна. Спасибо. Здравствуйте. Сходите за ребенком, Ангелина Юрьевна. Дианочка, вот, спасибо тебе большое. Ну что ты, ты и так уже дала больше, чем достаточно. Возьми, возьми. Я же понимаю, сколько ты, дополнительных трудностей у тебя было. Ну, всякие проверки там, мало ли что. Спасибо, Алина. Не за что. Диана Румановна, ребенка нет. Как это, нет? Ну, вот так, нет. Слушаю. Это я, Леночка. Ну, время вышло. Что ты решил? Все, я решила. Хорошо. Дай Бог. Дай Бог. Тихо, 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 всё, всё, тихо. Расслабься. Расслабься. Тихо-тихо. Я не офицер. Надо скорую вызывать. Не ори. Будем рожать здесь. У нас нет другого выхода. Успокойся, прошу. Успокойся. Дыши. Дыши. Аркадий, это кто? Это друг Ангелины. Он бывает у нее дома. Он хотел мне помочь. Ты уверена? Тебе нельзя здесь оставаться. Ты понимаешь? Что с моим ребенком? Он жив. Я помогу тебе забрать его, Ангелины. Потом. А сейчас мы должны уехать. Здесь опасно. Для тебя опасно. Он помог мне сбежать. Снять квартиру. Он все знает. Он знает, где ребенок. Его надо найти. Здорово, Арла. Что так кисло-то у вас? Ух ты. Кто это тебя так? Поскользнулся? Угу. В душ. Чайку, Юрий Игнатьевич? Да нет, Вань. Сбегал уж в столовку за пирожкой. Ха-ха-ха. Хорошо. Ну, что у тебя? Да, крутила так и сяк. Ни хрена там нет. Пота жировые, то твои. Бумага, принтер, самый обычный. В общем, глухняк. Сашкин? Ну да, что вы по нему? По Сашке? Без криминала обошлось. Смыва желудка, состав крови. Никаких ядов. Я в его карту заглянул, медицинскую. А там. Полгода назад, микроинфаркт. Мерцательная аритмия. Что, серьезно? Я даже не знал. Так никто не знал. Скрывал. Не хотел под сокращение попасть. А по-хорошему, на инвалидность надо. Фу. Что-то странное какое-то совхладение получается. Странное. Но факт остается фактом. Жалко, может, да. Но ничего не побежишь. Олег Андреевич, тут. Ну, он приехал ко мне в ту ночь в такой панике и попросил помощи. И как же вы помогли ему? Ну как, я просто попыталась сделать все, чтобы отвести от него подозрения. Значит так. Сейчас подъезжаешь к клубу, делаешь так, чтобы тебя видело как можно больше народу. И будешь там до утра. Понял? Да, понял. Я скоро подъеду и заберу машину. У тебя деньги есть? Есть, конечно. Здравствуйте. В город, пожалуйста. Садитесь. Я забрала его машину и отогнала в лес. И оставила ее там. Павел не убийца. Он не мог этого сделать. Я его знаю. А вы? Я? Ну, слушайте, я приняла ее дома. Она жила у нас. Долго жила? Достаточно. Она родила у меня на руках, потом сбежала. Куда? Ну, откуда я знаю, куда. Она вообще была какая-то неадекватная. Постоянная истерика. Родила раньше срока. Я сразу же забрала ребенка. Пришлось отвезти в больницу. Нужен был специальный уход. Вот. И ребенок до сих пор там? Нет. Его забрала Аркадий Цельков. А ему-то это зачем? Чтобы шантажировать меня. Он в курсе всей истории и теперь помогает у меня клинику. Нет, я понимаю, вы можете мне не верить, но я пришла сюда, чтобы рассказать вам всю правду. Здравствуйте, матушка. Здравствуйте, матушка. Здравствуйте. Сестра Агафья. Да? Не знаешь, где Ульяна? Я ее с утра не видела. Не знаю, матушка, я сама ее не видела. А я вчера к ней в келью постучала, свечи разносила. Так не было ее. А в котором часу это было? Поздно, матушка. После вечерни. Ладно, иди сбоку. Матушка. Матушка. Ульяна, что случилось? Ты где была? Мне поговорить с вами надо. Пошли. Ладно, я не знаю. Ангелина Юрьевна, значит, вы не отрицаете, что инсценировали бунт машины Павла Борского? Не отрицаю. Так, а как объясняете, что орудие убийства оказалось в машине? Ну, откуда я знаю? Я же вам уже говорила об этом. Это она его и подбросила. Что? Ничего. Это она убила ее, а меня подставила. Паш, ты что? Паш, я же все сделала для того, чтобы ты… Заткнись. Да она всю жизнь меня испоганила. Да она в постель меня затащила. Знаете, сколько мне было? Пятнадцать. Да ты, сука, урод из меня сделала. Что ты на меня так смотришь? Чего ты уставилась? Да не любил я тебя никогда. Не любил. Ты поняла? Сука. Да это сто процентов она. Просто сто процентов. Ублюдок. Ничтожество. Ты же сам не пришел. Я ненавижу. Что за я ненавижу, тварь. Да что же ты, да ты со своими бабками, бабками сама и останешься. Да чем она тебе мешала? Тварь, тварь! Пошел! Пошел! Трус. Ангелина Юрьевна, я вынужден вас задержать. Стоим. Украшение. Господи. Господи. Паша, помоги, пожалуйста. Чего? Вот так. Ты что? Ты просто такая красивая. Что? Руки. Ага. Руки. Сован coalition-才 debатnelle hysterуса. Т ω�. Украшение. Пусть. Мадам опаздывает уже на полчаса. Ангелина никогда не отличалась пунктуальностью. Женщина, что ты хочешь? А ты уверен, что она не передумала? Это не в ее интерес. Она же знает, какими будут мои следующие шаги. Да придет, куда денется. Аркадий, время – деньги. Притом, его у меня не так много. Я вечером вылетаю. Да знаю я. Немного еще подождем. Явится. Хорошо, я ускорю процесс. Угу. Это я. Поезжай в детскую клинику и забери ребенка. Поезжай в этот центр акушерства, узнаю там все и сразу мне отзвонить. А я к Аркадию Царькову. Мне кажется, она врет. Убедительно, но врет. Про что? Да про все. Про Аркадия, про Павла, про ребенка. Ну-ка, давай сюда. Давай, давай, давай. Оленька, доченька. Больше ему не звони. А ты после роддома сразу ко мне. Блин, достали. Привет. Ты куда-то собралась? Куда надо, тебе знать не надо. А отец знает? На хрена ему знать? Не знаю, в чем дело, но думаю, что отец не со зла. А вам какое дело? Вам же лучше будет, если я уйду. Мешать не буду. Да мне вообще-то все равно. Отец будет волноваться. Ага. Волноваться. Как бы меня кто ни трахнул, а мне хватит, мамаши. Довольно, во! Это мое пальто. Я уже не маленькая. Я, может, хочу, чтобы меня трахнули. Ну, раз ты большая уже, тогда ждесь отца. И скажи ему об этом сама. Мам. Я решительно не понимаю, о каком ребенке идет речь? Да о том, которого вам оставляла Ангелина Юрина Борская. Кто? И что значит «оставляла»? Вы шутите. Я что, по-вашему, похож на клоуна? Послушайте, у нас не камера хранения. Здесь находятся только те дети, которые появились на свет в стенах этой клиники. Можете ознакомиться, но скажу сразу, никакая Борская здесь не рожала и, соответственно, никакого ребенка не оставляла. Смотрите, смотрите. Значит, она утверждала, что я вымогал клинику? А это не так? Так. Так, но не так. Я, конечно, сам виноват. Сорвался вчера, наговорил ей гадостей. Вы поймите, я люблю эту женщину, и давно люблю. И, поверьте, меньше всего на свете я хотел бы причинить ей... ...мред. А вчера... ...вчера я просто погорячился. Ну, хорошо, допустим, с клиникой все так, а ребенок Борская утверждает, что вы принимали роду Улялиной. Ну, да. Была безвыходная ситуация. А почему раньше это скрывали? А вы не понимаете? Она просила меня молчать, я и молчал. А сейчас где ребенок? Нет, Борская настаивает, что прошлой ночью вы забрали его. Я? Вы? Когда? Прошлой ночью я двадцать четыре часа дежурил. И никуда не выходил, и любой вам подтвердит, это вы уж... Это ни в какие ворота просить меня не лезет. Мать. Поехали. Я к тебе. Давай я помогу. Ты молодец, что ребёнка нашёл. Маша такая счастливая стала, сразу ожила. Главное, чтобы ей хорошо было. А как у тебя это получилось? Высадил Ангелину, узнал, где ребёнка прячет. Потом дал денег медсестре. А откуда деньги взял? Мне Михаил дал, он заказ сделал. Так ты знала, что ты меня высекаешь? Да. Он когда мне фотографию дал, сразу понял, что это ты. Ты куда воду несла, Ульяна? В трапезу. Что это с ней? Угу. Не обращай внимания. Понятно. Твоя-то где? Да, на кружок отвела. Вот к вам решила зайти. Угу. Ну и правильно. Оль, может, с нами? Нет, спасибо. Оля, отнеси, пожалуйста, отцу на стол. Ладно. Ой, упала. Знакомое лицо, где-то я её видела. Слушай, это ж та саба из монастыря. Помнишь? Да. Стой! Стой! Стой, кому говорю! Стой! Агафья в городе была? Вот, призловещий для малыша. Спасибо ей. Спасибо вам всем. Давай, я его укутаю. А ты поспи, пока. Что с тобой? Я, кажется, вспомнила, я вспомнила, почему вышла из дома в ту ночь. Угу. Угу. А. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Маша, я узнал, где ребенок. Надо срочно ехать. Выходи через час. Заберут тебя на улице, возле дома. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Значит, это Аркадий был убийцей, а не Павел? Стой, кому говорю! СТОНЫЙ ЗВОНОК СТОНЫЙ ЗВОНОК СТОНЫЙ ЗВОНОК СТОНЫЙ ЗВОНОК СТОНЫЙ ЗВОНОК СТОНЫЙ ЗВОНОК Да, папа. Чёрт. Да, папа. Оля, этот придурок у тебя? Да. Во-первых, он не придурок. А во-вторых, нет. Слушай, ну ладно, не дуйся. Увидишь, скажу, он мне срочно нужен. Если увижу, обязательно передам. И чтобы дома не поздно была, поняла? Алло. Олег Андреевич, вам Касатунов материалы оставил. Тут результаты экспертизы по отпечаткам старушки и по запросу на Прохорова. Прохоров Дмитрий Гуревич. Увидишь, у тебя цена написала? Ведой, пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 как Иван Тарасюк, свидетель убийства Лялины. Настоящее его имя Дмитрий Прохоров. Вот его подлинное фото. Да я впервые вижу этого человека. У меня операция через три минуты. Ну что, Олег, похоже голяк? Угости сигаретку. Отрицательный результат тоже в результате. Только указительно, отрицательный, вряд ли проканает. Интересно, что в детской библиотеке может требовать глубокой заморозки. Классика, мой друг. Классика. А что? Олег, ты чего? Олег Андреевич, ну что, снимаемся? Значит так, здесь сворачиваемся, выставишь наблюдение в библиотеке. Так а... не надо отъехать. А что происходит? Потом объяснишь. Вот она, вот она, наша парковая десять. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Странно. А где же еще? А были еще чем-то же? Ну, конечно, конечно. Раньше до клиники Борской на этом месте санаторий был. Его еще в тридцатые годы построили. Ну, а до этого, это было очень давно, давно, в те времена была лечебница. Я сейчас, сейчас, одну минуточку, я сейчас. Вот, Олег Андреевич, нашел. Очень интересные планы нашел. А вот это вот здание, напротив, через дорогу, оно тоже относилось к санаторию? Да, 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 да. И вот эти два дома, это были корпуса для врачей. А вот этой дороги тогда еще не было. Это что, они были связаны под землей? Все вот эти корпуса были связаны с главным корпусом. Это как подземный ход. И там еще были винные погреба. Раньше всегда так строили. Здесь сейчас оставаться опасно. Врач осмотрит вас позже на квартире. Сейчас сделают укольчик, и вам полегчает. Машину вашу подогнали к библиотеке. Здравствуйте. Олег Андреевич. Ничего. У вас там Козихин искал. Просил зайти, как появитесь. Злой, как собака. Извините. Вызывали? Садись. Ничего, я постою. Ты что за цирк сегодня устроил в клинике Борской? Что ты там хотел найти? Доказательство причастности Борской к покушению на Лялину. А? Пошел? Нет. Какого хрена ты туда полез? Почему меня не поставил в известность? Не успел. Волгин! Да что, совсем нюх потерял? Что хочу, то и ворочу! Хочешь вылететь из-за служебного несоответствия? Я тебе в этом помогу! Понял. Если у вас все, я пойду, а то времени совсем нет. Волгин, виняй на себя. Людей моих больше не дергай. Наблюдение, которое ты сегодня выставил, я снял. Мне люди по другим делам нужны. Свободен! Да, Олег Андреевич, слушаю. Значит так, в библиотеке наблюдение сняли. Да я в курсе, Козихина снял. А что случилось? Ну, потом, потом выясним. Слушай, ребята, там ничего не заметили? Да нет, ничего. Никто не заходил, не выходил. Глух, как в танке. Олег Андреевич, вы вообще уверены, что там что-то есть? Уверен. Уверен, значит уверен. КОНЕЦ КОНЕЦ Сигареты не свети. КОНЕЦ А тёть Вера говорит, нет, ни фига от нее, а нам мы обознались. Ну, я-то понимаю, что она это нарочно. И что мне теперь делать? Ну, я думаю, если для него это так важно, значит, надо рассказать. Ваня, я боюсь. Из-за этой Марьевича убили дядю Сережу. Отец ее ищет. А если не сказать, еще хуже будет. Слушай, а ты о ней ничего не слышал? Может, папа что-нибудь рассказывал? Нет, ничего. А когда, ты говоришь, в монастыре ее видели, да, последний раз? Ага, у нее еще пол лица изуродовано. Ваня, Ваня, ты что, уснул? Я сам все ему расскажу. Ваня, Ваня, ты что, уснул? Он вышел. Ведите его. Не докладывать каждые полчаса. Ведите его. Понял. Велено просто следить. О, черт, а. Там они явно заметали следы. Причем в торопях. Буквально из-под нас ушли. А почему вы так уверены? Трансформатор был еще теплый. Запах такой специфический, медицинский. Как вы вообще доперли, что там что-то есть? А, смутил, одна деталь решил проверить, а? А, не опередили. Олег Андреевич, у меня к вам еще один разговор есть. Оля вчера мне одну вещь сказала. Что? А? Да нет, тихо, тихо, Олег Андреевич, вы меня неправильно поняли. У нас все нормально, но Фриде Марьевич, вы же интересовались ею, так? Ну, интересовался, говори. Ну, так вот, Оля, совершенно случайно узнала, где она находится. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Болхов, помощь. Что вы хотите? Здравствуй, я из милиции, следователь Волгин. Я ищу Мариевич Фриду Борисовну. Вы ошиблись. Это монастырь. Совершенно верно. Дело в том, что у меня информация, она находится именно здесь. Возможно, по другим именям у нее еще не изувечено лицо. Здесь таких нет. Подождите, я прошу вас. Мне нужно только поговорить. Дело в том, что она знала моего друга Сергея Лагунова, он погиб. Фридомаревич, это я! Зачем ты? Значит, они нашли нас. Поговори с ними. Все объясню. В ту ночь Аркадий позвонил мне, я вышла на улицу. Дальше я уже плохо помню, что случилось. Я видела Павла, или мне это показалось. Очнулась я уже здесь. Не думаю, что Сарьков хотел тебе помочь. У него явно был свой интерес. А что вас связывало с Сарьковой? Работа? Да, я работала у Борской старшей медсестрой. Однажды я увидела то, чего не должна была видеть. Ну, что же, операцию сделаем завтра. Если все пройдет без осложнений, сможете уйти отсюда через неделю. Хорошо, я все понял. А потом я услышала, как Аркадий с кем-то говорил по телефону. Ну что, заказ принят в исполнении? Через три месяца его родители не узнают. Из разговора я поняла, что он выполнил чей-то заказ. И пациент был преступником. Буду держать в курсе. Которому он изменил лицо. Оказывается, в этом подземелье у него оборудована полноценная операционная. И он делает преступником пластические операции. А что ты здесь делаешь? Это я хочу узнать, что вы здесь делаете? Работу. Я поняла, что свершила ошибку. Прошу. Когда увидела глаза Аркадия. Значит, после этого Аркадий решил избавиться от вас. Да. И я позвонила Сергею Лугунову. Ну, тогда он решил убить Сережу и меня. Пока. Серега, что случилось? Меня подобрали монахини. Выходили. Так я оказалась в монастыре и приняла послушание. А на кого работает церковь, вы не знаете? Нет, не знаю. Я вспомнила. У Аркадия есть очень важная папка. Я наткнулась на нее у него в кабинете. Он тогда отнял ее у меня, очень разволновался и как-то отшутился. Сказал, что в этой папке вся его жизнь. Я тогда подумала, что это, ну, какие-то его новые разработки в области пластической хирургии. Оказалось, нет. Я теперь понимаю, что это как-то связано с теми людьми. Компромат, наверное. Ну, а где он ее хранит? Вот этого я не знаю. Мне кажется, я знаю. Когда Аркадий отвозил меня на съемную квартиру, он зачем-то заехал в гараж. Я тогда спросила у него, зачем ему гараж в Озерках. Он живет в другом районе. Он просто отшутился. Ну, что ж, голубушка, заживление идет прекрасно. Так что сейчас я вас выписываю, но через неделю жду у себя. Хорошо, до свидания. Спасибо. Счастливо. Аркадий Викторович, я тут подумала, может мне в отпуск сходить? Ты повремени. А как с этим, у которого некроз? С ним проблем не будет? Не будет. У�! Извините. У�! КОНЕЦ КОНЕЦ Это я. Я один. Ангелина и Павел в тюрьме, так что менты сюда не сунутся. О том, что ты здесь, знаю один я. Можно болеть? Ну-ка. Сильно болит? Очень. Сейчас полечим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас полегче будет. Давай-давай. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж ты? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проблемы? Я отъеду ненадолго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я уже распорядился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Экспертиза по отпечаткам. Ага, понятно. Моревич? Ага. Хорошо, ладно, до связи. Моревич? Нарыли что-то? Да, саму её и нарыли. Мы думали, она мёртвая, она, оказывается, живая. Молодцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Так, Костя, надо посмотреть видеозаписи. Отпотай назад. Да, сейчас посмотрим. Угу. Так, вот он. Ну-ка, давай, назад немного. Стоп, 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 стоп. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ему сам кричит. Все нормально. Спасибо. Да не за что. Это я. Есть срочная работа. Ну, что у тебя? Мария Ильича. Жива. Что? Я знаю, где она находится. Сначала варишь мясной бульон и добавляешь картошку. Потом пассеруешь овощи. Что делаю? Пассеруешь. Ну, обжариваешь с мукой, лук и морковь. В масле? Да, в масле. Сейчас. Как все сложно. Ну, проще только яичница. Кто там? Добрый вечер. Меня Олег Андреевич прислал. У него неприятности. Проходите. Вы, я как понимаю, Екатерина? Да, а вы? А меня Митя зовут. Глазам своим не верю. Вы понимаете, что это, Олег Андреевич? Вы только посмотрите, кому этот, этот Царьков в рожи перекраивал. Криминальные авторитеты, чиновники, депутаты. Офигеть. Это ж такие головы полетят. Если все правильно сделаем, а то наши полетят. Да с этим материалом надо сразу в генпрокуратуру идти. А вот и наш Митя Прохоров. Криминальные авторитеты, президент dreiаг драйв. Криминальные авторитеты, президентаica. Криминные авторитеты, президент Р worms. А как вы? НАทำ оритет. Катя, Оля, мы пришли. Все спят, что ли? Оля, телефон отключен. Волгин, это Аркадий Царьков, у тебя есть то, что надо мне, а у меня то, что надо тебе. Папа, они нас убегут. Догадался, кто у меня в гостях? Давай меняться. Если стуканешь ментам, приведешь хвост, твоим бабам конец. Все, иди к машине, от напарника отбежись по-любому. Твою мать. Пусти, скоты, что вы делаете? Вы что, не понимаете, кто мой отец? Пусти, сказал он. Он вам к пошке подрывает. Папа! Ну, тише, тише. Заткни их. Руки убери. Олечка. Будем готовиться к встрече важного гостя. Я с вами. Нет, я поеду один. И не вздумаю вызывать подкрепление. Понял? Да, слушаю. Выдвигается на центральную площадь. К памятнику. Ну, что? Получилось у тебя? Слушай, ну смотри, если он мобилу не вырубит, то за пять секунд его заполингуем сейчас. Ты можешь быстрее? Слышь, Лано, вот это я вообще по дружбе делаю. Без решения суда, без постановлений, без бумажек, без всяких. Лано, иди сюда, я засек его, смотри. Короче, он находится на центральной площади. Да. Сейчас идешь к памятнику, сбрасываешь свою мобилу. У постамента возьмешь другую. Пошел. Вот. Ладно. Ладно. Субтитры делал DimaTorzok Да? Ты че, мерк за лоха меня держишь? Я тебе сказал, чтобы ты один приходил. Я один, как договаривались, ты. Сука, ты на мост привел. Какой хвост? Черный джип. Да я понятия не имею, кто это. Это вообще не менты. Да мне насрачие-то люди. Сбрось их, тогда скажу, что делать дальше. С телефоном не дергайся, он на прослушке. Если хочешь, чтоб твоей бабой склеили ласт, ты делай, как говорил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Не, ну я тебе серьезно говорю, он там стоит, на том же месте. Да где там-то? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Продолжение следует... Волкин, это Аркадий Царьков. У тебя есть то, что надо мне, а у меня то, что надо тебе. Баба, они нас убьют. Догадался, кто у меня в гостях? Давай меняться. Если стуканешь ментам, приведешь... Догадался, кто у меня в гостях? Давай меняться. Если стуканешь ментам, приведешь в гост. Твоим бабам ходишь. Догадался, кто у меня в гостях. Давай меняться. Если стуканешь ментам, приведешь в гост. Твоим бабам хранится. Все. Догадался, кто у меня в гостях. Папка с тобой? Со мной. Где моя дочь и жена? Ждут тебя. Кончай его. И баб тоже. Папка с тобой. Я aja. Солер! Субтитры сделал DimaTorzok Сука! Сука! Тя, тя, тя! Папа! Папушка! Подожди! Стой! Стой! Он еще! Лучше! Живой! Фу! Фу! Фары погаси! Фу! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы сейчас твоим бабам будем делать очень больно. Начни с дочки. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Руки за спину, медленно Субтитры сделал DimaTorzok Руки за спину 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 за спину Руки 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 за спину Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, профессионально сработали. Я думаю, была утечка. Его убрали. Костян, ты ведь тоже рискуешь. Рискуешь, но оно того стоит. Если понадобится мое показание, вызов, не сомневайся. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Стой. Пусти! Пусти! Пусти меня! Пусти! 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 Катюш, там салфетки есть на столе? Нет. Оля, 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 возьми, пожалуйста, холодильник. А я уже соскучился. Вань, покажи приемчик! Пацаны, а ну, давай ко мне! Папочка, ну вырубит этот нафталин, пожалуйста. Сегодня я хозяин музыки. Олег Андреевич, у вас потрясающие музыкальные вкусы. Подхалин. Ну что, садимся? Руки мыли, мыли руки. Олег, ну правда, выключите меня. Ну, давайте, давайте, садитесь. Да зачем? Я вырос на этой музыке вообще. Балбейцы. Ну, хорош уже. Ну, послушай, вот когда выросли, а поставить-то посидеть. Что-то тебе положить, а? Ну, все-все-все. Так, друзья мои, сегодня у нас много поводов, чтоб напиться. Ну, во-первых, Екатерина Игоревна с назначением вас. Да, спасибо. Теперь я большой начальник. Так что будешь записываться ко мне на прием. Вот так. Я, вообще-то, рассчитывал на спецобслуживание, наверное. Давайте, Викю. Тихо, тихо, тихо. Все, хватит. Ешь давай. Салат? Твои свекунки? Может быть, сырком? Ты? А? Так, кушай, кушай. Ох, селегка так вкусная. Так. Служба спасения. Костя, ты тоже рискуешь? Рискую. Ну, оно того стоит. Оливье передачу. Тихо, тихо, тихо. Куда ж ты любит? Господи, ешьте. А салфетки есть? Пять салфетки. На, на, на. Какие вы идеи, хорошо. Ай-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У гости звала. Ты приедь, матушка, Ко мне угостики. Ай-ля-ля-ля-ля-ля. Ак-жа мне к Тая приехать не могу, не я. Ай-ля-ля-ля-ля. Ай-ля-ля-ля. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня.